раз-два-три-четыре-пять раз-два-три-четыре-пять друзья привет истощенную и раненую цель нашли на болотах крестьян они отвели ее к барону самозванному владыки вели барон позаботился о девушке и когда-то набрала сил снарядил ее в навигра вчера мы закончили на скачках и в целом по скачкам мы сделали все что только можно единственно что нам письмо дали от тесака привет мизантроп на привет да никакой не мясник да стыдно до сих пор но я сам зашел на твич там такую чушь несли я решил поговорить стыдно до сих пор вот что батик алкоголь делает а вот и а и 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 А вы, как вы-то эту фигню увидели? Привет вам Добрая Лаура Ну спасибо Да так себе выспался Да, разность Сначала думал что-нибудь Смотрите с того, что ребята советовали в чате, но что-то ничего хорошего не нашел Нет, Балл Люк, конечно, говнюк, каких мало, но я не припомню, чтобы он раньше проигрывал А раз ты выиграл у него, значит можешь победить и в Палео, заработать настоящие деньги Палео, впервые слышу Блин, ну что за деревенщина Палео это ночные скачки по улицам города Когда-то каждый район выставлял наездников, теперь все иначе Ты будешь гонять с лучшими жокеями, бедламой Ровина Привет, Алина Но я верю, ты это сделаешь Согласен Прекрасно, я очень рад Только ты меня, ссака, не подведи А то я собрался поставить на тебя небольшое состояние Иди, готовься Выпей там отвару из ромашки или что вы там еще делаете Хотел посмотреть что-нибудь интересное, прикольное В итоге смотрел этого, Бакумана Получит не только награду, но и славу Приготовились, начали А что он не едет? А можно это, как бы ехать так сразу Трис не сумела помочь Геральту Но направила его к Карине Тиль Анейромантке Которая преуспела в розыске Че это ведьмак-фашист? Благодаря Анейромантке Карине Тиль Ведьмак увидел, как Цири встречается со мной То есть с Лютиком Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири То должен сперва отыскать старого друга Ктар, никаких у тебя аргументов Привет Привет Привет, Солодор И туда Оруженосец не нужен? Ёбаный стыд Я мог бы выстругать себе наездника из дерева и покрасть Как говорится Ну, храмовая стража Я сваливаю Трис не сумела помочь Геральту Но направила его к Карине Тиль Анейромантке Которая преуспела в розыске пропавших Благодаря Анейромантке Карине Тиль Ведьмак увидел, как Цири встречается со мной То есть с Лютиком Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири То должен сперва отыскать старого друга Трасса непонятная какая-то Начали Трасса непонятная grape Трейгер Вз Stadium Трейгер Субтитры Трейгер Трейгер Геральт узнал Трейгер Да это гонка какая-то вокруг города Я думал по городским улицам Скакать прям будем Ночью Субтитры сделал DimaTorzok Дисак как чувствовал когда тебя нанимал Мои поздравления Да посмотрю конечно Что мне посмотри Дай берите Маму окну Геральт Нет Ну нет так не значит Шмокну плотву Красотища А что с моей платой Бери суга Никто в этой жизни не заслужил денег больше чем ты сегодня Храмовая стража Ходу Валим отсюда Нормально Шевелись плотва Шевелись плотва и поскакали Что у нас по заданиям Вопрос жизни и смерти Что там у Трис до вопрос жизни и смерти мне интересно По узким улочкам города Скакать на коне Было бы неудобно конечно Что Гара стой Стою Стою А чё у него за карта? По-моему, да. Я вообще все карты выбил. Можешь сказать, что у него за карты? Проще будет. Я вообще все карты выбил. Можешь сказать, что у него за карты выбил. Можешь сказать, что у него за карты выбил. Можешь сказать, что у него за карты выбил. Но exams у него за карты dochIe. Что это за карты выбил? Что это за карты выбил? Или да с ним бросил? По fabе сложно. Б sides ear. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да выбивал я все карты, куда я заходил, я везде все выбивал. Так что... Идем к Трису, что ей надо? Геральт, у меня проблема. Мэму? Да, Геральт. О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение. И даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбуд. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда. И готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбуд хочет меня о чем-то попросить. Но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке. И обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связки ключей у пояса. Я должна его восстановить и спросить, сколько стоит форель. Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. А, но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали неохотники. Хорошо. Встретимся на месте. Ну, сегодня, мне кажется, я отправлюсь на Цкеллиге. Потому что что-то дело здесь все меньше и меньше становится. Буду теперь следить за каждым твоим шагом. Ибрагибрах? У меня есть ибрагибрах. Это Нильфгардская карта. Конечно же, она у меня есть. Вот он. Это командир дивизии Альба. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Да? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться, суды. Если хочешь поговорить с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Сюда. Здесь недалеко. Лаурен, достаточно сказать название карты. Садитесь! Садитесь! Спасибо. Пойдем. чего они хотели не знаю я их первый раз видел может недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина погодите где госпожа мериголь вы должны были прийти одна если бы не он тебя уже вели бы на допрос тот высокий это вальдо мурис он работает на охотников за колдуньями может вы и правы госпожа я просто не ожидал потому что госпожа вегельбуд выкладываю уже в чем дело дело в сыне госпожи вегельбу молодой господин альберт интересуется алхимией и про это пронюхали храмовые стражи храмовая стража это еще ничего но на тебя напали подручные охотников значит дело серьезное до стражников госпожа бигельбуд подкупила но охотники платят за каждого найденного чародеи так что должно быть стражники сперва получили взятку от перепуганной семье потом все равно шепнули словечко охотника вот козлы адрес как вышли откуда ингрид вегельбуд знала что надо обратиться именно актрис мы слышали что госпожа мире гольд помогла исчезнуть мире байс когда на ту вышли охотники мира несколько раз оказывала госпожи ингрид магическую помощь и и хвой похоже на правду мира говорила что занимается какой-то аристократкой похоже альберт должен исчезнуть как можно скорее я могу это устроить молодой вегельбуд сумеет незаметно выскользнуть из дома к сожалению это не так просто молодой барин сейчас укрывается в загородном имении чтобы вывести его оттуда по-тихому госпожа ингрид хочет устроить большой бал маскарад и вы хотели чтобы я там появилась и помогла ему бежать да без вас нам не справиться госпожа вегельбуд думает что за всей прислугой следят хорошая мысль шумный прием пожалуй обманет охотников особенно если хотя бы половина слухов а балах вегельбуд окажется правдой кажется на последнем балу подали 100 разных десертов а фейерверки пускали до самого рассвета в этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться в 8 10 5 десертами ужаса сахаренные лепестки голубых роз из назаира нынче очень трудно достать как бы я хотела все это увидеть ждете на балу каких-нибудь неприятностей сложно сказать сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки как это госпожа патриция вегельбуд ревностная почитательница вечного огня она не знает что альберт интересуется алхимией по счастью старшая госпожа вегельбуд редко бывает в имении за городом и правда довольно необычная семья не мне об этом судить господин не от спайки ни в коем случае надеюсь нам не придется оставаться до конца приема значит ты пойдешь со мной конечно не могу же тебя бросить когда ты будешь так рисковать подумай только 85 десертов тебя по-прежнему двадцать два дюйма в талии прекрати как мы попадем в умение пожалуйста вот приглашение стражник у ворот получит особые инструкции наденьте пожалуйста маску лисы хорошо удачи вам может идем сразу туда смеешься нам нужно приготовиться переодеться а самое главное купить маски ты знаешь лавочку или хале я уверена там есть все что нужно для балла я там был как-то раз или халь приятель люди только маски правда я надеюсь обойдется без парадного дублета дублет геральт и это не обсуждается когда же устроишь зайди ко мне еще и дублет покупать и на маске то я уже купил но надо то купить еще дублет в материальном мире ты шлюха не материалистка кто-то лечь так нет кальфу взлезут принесет нам завтра вам продать здравствуй геральт покажи мне свои то будь здоров официально не официально так они и сами туда заглядывают и не за тем чтобы обращать заблудших гер подозрительно ты выглядишь приблуда таких как ты вообще в новикрат пускать нельзя я начинаю честно говорят задуматься что им герни так уж и плохо приветствую пришел взглянуть на весеннюю коллекцию я бы взглянул на твой товар разумеется нет или халь не нравится если что-то жмет или натирает всегда можно переделать на месте будет сидеть как вторая кожа не ночью я не прав есть и 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 Прощай. Добрый учих. Привет, Арчи. Ладно, сниму варочки, сниму. Не, на фоне того трендеца, который происходит на севере, Нильфгард, мне кажется, уже не таким плохим вариантом. Может они единственные, действительно, кто сможет привнести хоть какую-то долю разума во все происходящее. Опять этот седой. Целый день двери не закрываются. Девушки отдыхают. Тогда я еще успею переодеться. Не смей. Ты выглядишь замечательно. У тебя уже все есть? Можем идти? Ты разузнала что-нибудь про этого Альберта? Среди черотеев о нем почти никто не слышал. Скорее всего, он просто любитель. Тогда почему стражи и охотники им так интересуются? Потому что он легкая добыча, разумеется. Именно поэтому мы должны ему помочь. Все готово, можно идти. Не часто я вижу тебя в таком наряде. Мне в подмышках жмет. Может они в дублет проволоку зашили? Я буду все время восхищаться твоей крепостью Духа. Так что, идем? Приветствую, уважаемых господ! Мои гости, госпожи Видельбуд. Покажите, пожалуйста, приглашение. Все верно. Вы найдете госпожу Видельбуд во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Это должно быть какая-то ошибка. Ты же знаешь, зачем мы здесь? Разумеется. Но у меня приказ. Проследить, чтобы все гости вошли во владение госпожи без оружия. Зараза. Желаю удачного вечера. Как здесь красиво. Я ужасно давно не была за городом. Ну, как он мог? С этой тощей вертихвосткой. Не ной. Это не единственный мужчина на свете. Не притворяйся, что ты меня не узнаешь. Где я? Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивиана. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить из себя благородную. Но пока этот барон Эдвард тебя... Как там его? Из канавы не выловил? Ты был обычный... Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знает. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят. Чем меньше может, тем больше платит. Ты сам напросился. Помолу какую-то. Что? Драться раскателось? Предполагалось, что мы не будем обращать на себя внимание. Что-то случилось? Знаешь, тут трудно сработать. Вечный огонь пылает, и все такое. Да, уж умение у них неплохое. Я кровь, бед! Ну и набрался же он. Морец? Что ты здесь делаешь? Малютка Мереголь. Ну и ну. А я думал, будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась. Но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. К вам? Это к кому же? Среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь? Прости, Мерегольд. Это все равно, что дать себя вести храмому утенку. За сим прощаюсь. Походу, он не очень ей доверяет. Кто это был? Это мой старый знакомый. Морец Дефентель. Я потом тебе расскажу. Ну и набрался же он. О-о-о! Давай посмотрим, что здесь. Блин, как с ними поиграть? Морвен Ворхис. Генерал Ворхис? Геральт из Ривии. Значит, я не так уж и ошибся. Очень приятно. А это... Прекрасная незнакомка. Подождем с формальностями до конца приема, когда все снимут маски. Ведь так забавнее, правда? Вы правы. А теперь, прошу простить, мне, правда, нужно срочно найти Дарек ХП. Приятного вечера. Привет, Кина Грифов. Прошу ко мне не в сторону контера. Идите свои дороги. Надеюсь, что сейчас сыграть нельзя. Не пристал, Тарас, не может. Слава, это не вредный случай, если... Да и вот. Кто желает быть следующим, прошу. Сударь Диванон освободил место у стола и уже, должно быть, не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Так что, сыграем? Первым вашим соперником будет граф Вальдемар Декрот. Он может позволить себе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. Да без проблем. Играем. Вот бы у меня шпионы еще нильфгардские были, я бы уже за нильфов играл. Играем. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Неудаченько. Валак хорош очень. Удачный розыгрыш. Удачный розыгрыш. Он будет удваивать силу отряда в первом ряду. Лучше бахнуть его сразу на минус 32. Получается минус 36. Удачный розыгрыш. 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 А, девочка Помним мы твои опусы Как ты там выходишь В полотенце из душа Не спешим Здравы О, карта Лючик Это приятно Мильвы и Лючик Это сильные карты О чем здесь голые бабы пляшут Совсем Блядство, разврат Наркотики Привет, Лена Я вас оставлю на минуту Я три и выиграл Но одна не уникальная А Мильва и Лючик уникальны Что? Ах, да, конечно Прошу простить мне эти меры По предосторожности, но Может пойдем поговорим Где-нибудь в укромном месте Да ладно, Лючик часто полезный Благодарю, что вы согласились нам помочь Мой лакей предупредил, что вы придете с другом Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знала как можно меньше людей Но если вы ему доверяете Как никому другому Пойдем за Альбертом Где он сейчас? Развлекает гостей На приемах он всегда душа компании Поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько Чтобы видеть только подносы с новыми кубками Но не бойтесь Это не займет много времени Ваш сын собрался Нам придется действовать быстро Да, я за всем проследила Куда вы его заберете? Вам лучше не знать подробностей Он будет в безопасности, обещаю вам Но Прошу вас Положитесь на меня Я не в первый раз это делаю Я знаю И благодарю вас Как мы его узнаем? Он в маске пантеры Альберт знает, что вы за ним придете И он в восторге от того, что ему предстоит Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит Как я уже сказала Он не слишком сообразителен Относительно этого можете не беспокоиться В компании некоторых чародеев он придется очень кстати Геральт Мы пойдем поищем его Я буду ждать новостей Пойдем искать Альберта Я бы лучше не львгатских шпионов нашел Если честно Снова он на обед опоздал Кстати Вот этот доспех надо будет скрафтить Неплохо Что-то не вижу отъем О, доспех бригады импера 30 левел аж Мне бы вот такой Только попроще Вот это для меня идеальный доспех Время инвестировать в продакт Малочки Мое чудище На твоих мечах Ты с ней разговариваешь? После этого отвратительного мезальянса? Я знал вам старого Гримса И у них есть что-то такое Мы дружим И что с тобой? А храмовая стража знает, что там творится? Сын, стража прекрасно все знает И подожду Гримса Я думаю, что мы с дороги Снова мы обидят ничего Снова он на обед опоздал Легко пролетать Опять-таки голую бабу рассекают Понятно Понятно Это не он Почему моды? И тут Как Да Альберт Видельбуд? Нет Я Черная Пантера Милый граф Всего понемножку Геральт нынче Ведьмак Нас твоя мать прислала Пантера О, то есть вы Да Когда мы можем покинуть имение? А ну Мама говорила, что лучше подождать Пока все напьются Кроме того, позже будут фейерверки Это отвлечет внимание Когда начнутся фейерверки Я выберусь в сад Встретимся в лабиринте Мы будем ждать тебя там Хорошо, но сперва Попробуйте этого розового фиорана Непременно Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием Может подождем саду Я присмотрела там такой милый уголок И это все Спасибо за мусушку Спасибо Как приятно снять маску В чем это платье держится? Я страшно давно не выходила в свет Нет, правда Если его дернуть вниз Оно же слетит? В таком случае самое время спросить Да Про этого чародея, которого мы встретили А, ты про морица Что ты хочешь узнать? Да блин, не будет оно так держаться Это физика Оно под своим весом должно упасть вниз Мне показалось, ты ему не нравишься Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал Но подчиняться Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда Иногда я и правда не знаю Как я умудрилась обратиться в ней? Хорошо, второй вопрос Сли дернуть? Оно вниз упадет? А, корсет, основное крепление Понятно Все просто У тебя есть харизма Ты и правда так думаешь? Ну да Ты оглянуться не успеешь Как тебя будут называть Железный Мерегольд Ты могла бы даже носить повязку На одном глазу А я-то решила, что ты серьезна Конечно, я серьезна Смотри Я совершенно серьезен Кто-то идет Это альберт Нет, просто какой-то заблудившийся гость Наверное ищет подружку А как в той эльфской сказке про лягушку и трясогуску. Инху-инху, бег, бро. Тихо-тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Ну началось, ой, я такая пьяная. Если мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Нет, я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Действительно, почему? Говорят, у них там скульптуры. Совсем. Совсем. Совсем что? Совсем голые. И действительно, почему чародеи не хотели, чтобы тряс их вела? Ты идешь? Какое удивительное совпадение. Она ведь такой профессионал. Ответственная тряс. Господи, я понял, зачем им лабиринт. Сколько она выпила? Осторожно. Так, тряс больше не наливать. Господа Мерегольд, наконец-то. Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай поменяйтесь масками. Мы пойдем вперед. Гера сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. Альберт, ты прячешься? Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты где. Так вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения. Нет, я... Альберт Вегельбол, барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы молодой барин без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это фейерверк, типа. Это вряд ли. А ну, навали! Сейчас будешь зубами плеваться! Я тебе кости переломаю. Так. Это было не сложно. Нет, всего понемногу. Успокоиться. У нас появились небольшие трудности. Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени. Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад, нам надо прибраться. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово. Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Левел двадцатый. Левел двадцатый. Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Госпожа Мерегольд. Нам пора. Берегите себя. Это нормальные чародеи. Надо убивать плохих чародеек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трис с Трис. Сейчас гляну, неревгардская броня, а что у нас? Да точно. Нет, конкретно эти чародеи и Трис ничего плохого не сделали. Ну, Трис еще под вопросом. Она, конечно, сучка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете как? Сартоза и Цанова бич. Она, конечно, сучка, но это наша сучка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочешь посмотреть наш маленький склад? Покажи. Десятый левел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Низкий очень левел. Трис вложит. Да. Но это все-таки Трис. Она нас не раз спасала. Хотя бы этим мы ей обязаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебя предупреждаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что же случилось? Не крутись тут. Я шел себе. Говорял по своим делам. Срочно нужны роскошные мужицкие усы без докинбордов и бороды. Ладно, идем делать. Спасибо, Ант. Сейчас пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, где-то, по-моему, здесь цирюльник был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли стричься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА мой в него подстрелил так он пиши какие прическа так понимаю не меняем такая такие усы пышные спаньолки ус есть есть усы бороду подстричь напиши какой вариант были нет тупо усов нету просто усов нету у него усы только в комплекте с бородой почему-то не знаю если батины усы чтоб прям да нету но усов не таких нету может какие-то другие есть вариации в разные стрижки сейчас гуглю смотрю вообще есть а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Когда выйдет Федьмак 4, я без понятия. Что за библиотека? Что за библиотека? Что за библиотека? Что за библиотека? Ладно. Надеюсь, я хотя бы иду куда-то в правильную сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А, ну это, собственно, отход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крус нельзя разметать. Да, бля. Хорошо, походу я куда-то заплутал, вообще лифту в степь. Желудоспех с хиндар с фиаля. О, отличный лес Морибола. Нужен знаки наварь. Ну, блин, без белой кошки, белой чеки, все равно не сделать. Ну, что, мы идем? Она же хотела со мной идти, че она тупит? Ну, весь путь зачистил. В смысле, вот же путь? Вот же он. Ну, вот же проход. Библиотека. Смотри, стихи Гонсало де Версо. Хроники якобы Вараци. Невероятно. И все редкие издания. Мы вернемся за ними потом. Нет, не вернемся. Ты помнишь? Сегодня я уплываю из Новиграда. Помню. Но мне тяжело это создать. Я нашел выход. Я уже начала думать, что все пропало. Ну, Геральт, как обычно, всех спасает. Погоди. Слышишь? Что это? Крысы. Я же в них большой спец. Помнишь? Нам бояться нечего. Смотря сколько их. Слышишь? Усю? Ну. Усю? 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 Я не могу. офигел ничего не офф что за длинный полбик здесь везде были один а везде был одинаковый лук на рафара белого отлично иммунитет к любому урону ненадолго жалко вы за толком нельзя блин и на вырежалка тратить на отличное масло против вампиров может быть в дальнейшем и потратим чего чего за когти такие следы от когтей длинных и острых фонарь еще горит они погибли недавно от укусов в шею ладно хрен с вами убедили это вампир ненавижу блять вампиров укусов шею счастье вибрид не грейдует вибрид ну пойдет круто Ты слышишь? Чайки, у нас получилось. Пойдем. Помочь? Я могу сыграть на скрипке или сбегать за цветами и жгать. Быстро, блин. Что ты несешь? Говнюк. Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять Трис, чтобы она осталась. Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории. Особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем брать демонов! Ха-ха-ха! Отсылки к Ивану Васильевичу? Яд против людей. Гордитесь смертью! Вот сука! Ха-ха! Обловил ей было истину Баграмски! Ха-ха! 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 Помож на чародейку! Ха-ха-ха! Диэкстрэн! Не время для благодарностей! Садитесь на корабль! И еще только одно прощание! А что, Стрит Сири и Васюбас? Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. и того что у нас было я никогда тебе не прощу что ты была в ложе простите часть я тоже буду о тебе вспоминать и всегда с улыбкой госпожа мире голь иду держись и поцелуй от меня цели когда ее найдешь ВК при этом меня поддерживает там пишет ехай нахуй трис а в твиче бунт баран ты что баран козел а столов и даже не пытался ее удержать у меня были свои причины да ты баран пустозвон а столов но даже пустозвон может оказать миру услугу если кто-нибудь поумнее объяснит ему что делать дикстра что-то затеял на этот раз как ты думаешь сколько чародеев мы спасли всего не знаю не считал около 30 лет а сколько их осталось на севере пусть перебрался в алхимиков травников целителей две тысячи три немного что проводишь перепись нет меня это печалит в новограде были мы но кто спасет чародеев в римбе в банарде арткарайге кулете ты же знаешь что родовид не успокоиться пока не перебьет их всех всех до единого включая я не феррит рис трогательная речь а теперь к делу зачем ты мне об этом говоришь затем чтобы ты помог мне убить родовида хира себе я не убиваю кораблей я не верю что его волнует судьба чародеев хочешь убедить меня в том что тебя очень волнует судьба чародеев до волнует но разумеется не потому что у меня чуткое сердце для меня эти преследования симптом более серьезной беды ряда ней правит сумасшедший почему сумасшедший я служил отцу родовида визимиру 20 лет возглавлял тайную службу вместе мы превратили переданию самое могущественное королевство севера это правда лишь в чем его сила дикстер был пореданным патриотом глупый ответ созвать ополчение выстроить селян с косами для этого много ума не надо гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей производством надежными союзниками современной наукой и честными и независимыми судами нам связи миром это удалось после долгих лет чертовски трудной работы я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать пока этот мудак все просрет радовить свирепый скорее уж без мозга политическая борьба посредством устранения оппонента я герой я не убиваю королей я не убиваю королей чтобы там не говорили знаю я прошу тебя только помочь организовать покушение удар нанесет кто-то другой дикстра может ты об этом не знаешь но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет так что говно это все удобная отговорка за которой вы прячетесь когда становится горячо сейчас стало очень горячо костры пылают в каждом городе для чародеев и для твоих подружек тоже для нелюдей а скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят будь уверен тебе нравится такой сергей мне вообще не нравится уже север у нас ебанутые все понимаю убить короля это тебе не заказ на на кера подумай над моими словами а если поймешь что хочешь изменить ход историю вместо того чтобы плыть по течению приходи в пассифлору на чердак я буду ждать нам и не один я подумаю прощай герой но это очень сложный выбор ребят ответьте просто на один вопрос мама можно ответить на один вопрос мне нужен ответ смотрите я правильно понимаю что я после убийства родовида север расколется на и умрет в анархии или же вместо родовида будет дикстра дикстра хороший мужик он по книгам хорошим мужиком был до одного момента вообще ну просто идеальным он настоящий патриот рядание да ну его ладно пойду выслушаю как минимум это будет правильно ну и заварил ты кашу в этом самом луку и не видел тот пустой сара мне не хочу спойлеров в чем дело у нас сударь ведьмак беда еще мы раненого товарища ну и найти его не можем бедняга должно быть кровью истекает вы ведь разных чудищ выслеживаете так может и к нему приведете мы хорошо заплатим почему бы нет время есть но так ведите сударь ведьмак как можно скорее а то ведь несчастному помощь требуется может вы сперва мне дадите след ах да бежал он к порту из каналов из каналов вонь сточных вод я везде узнаю но и сплошной бога и бога вот рома и ужина не отказываюсь это сады и но и для и в в в в в в Дедьмак что-то напутал. Хороший вопрос, конечно. Что со всем этим делать? Хороший вопрос. Квс этот дурацкий. Погоди, я просто задумался. Прям дикст разбил с толку. сложный выбор благодаря она и романки карине тилли ведьмак увидел как цири встречается со мной то есть с лютиком так геральт узнал что если он хочет найти цири то должен сперва отыскать старым гаром и чатом вк провели расследование установили тур давида в роду были эльфы и хоть он выглядит как человек он эльф по взглядам задумайся звучать да мне уже кажется что они тут вообще весь север это клубок гребаных змей я уже действительно недалеко от мысли после того что я вчера видел сменги охотниками на колдуньей и прочей херней что может на хрен или в гар тут действительно должен править сюда в чем дел он выявить разных почему бы нет вы но так видите сударь ведьмак может в успех ахта искана где запах крови ила четки башмаков следы ила из водостока нет в чем-то родовид безусловно прав но связь день охотниками на колдуньи он явно перегнул смилуйтесь господин какие-то чистые фашисты не один свежий вот где-то и сокин сын пять пудов чистейшего физ штеханом спалил да ты знаешь сколько это стоило лады ведьмак забирай кассу и уматывай но он у наркотики сжег и нет оставьте его чудо чудное ведьмак защищает охотника за колдуньями не хватало еще чтобы мышь за котом гонялась я не шучу нет ну давай поговорим по серьезному и как вы блять не научитесь а а надеюсь я хочу узнать дальше эту историю чем она закончится не ожидал я спасение из твоих рук может не стоит судить по внешности а потом научить этому фокусу своих друзей слушай я потерял много крови не нужен медик и побыстрее поможешь мне нет я позволю тебе умереть смертью мученика на поле битвы за светлое завтра во славу вечного огня и все такое я не спасал его я убивал наркоторговца смысле чем логика смотри лежит с тсовец я к нему приводит местные уголовники эсэсовец спалил у этих уголовников наркоту уебки уебок убиваем одних уебков оставляем второго у лица из хера ли он хорошим ты стал ты чё такой белый принесет нам завтра это все слова сегодня почтовый корабль не пришел не пришел и наверно никогда не куда прешь приблудо грамоту покажи грамоту какую грамоту такую что подтверждает что ты не чародей без нее в новиград не войти не выйти у меня нет такой грамоты тогда дальше хода нет следующий постой как грамоту то получить сперва делаешь пожертвования в пользу церкви потом за тебя должны поручиться трое этого пропусти вот его документы что откуда твое дело давай на пост неожиданно или это ци герой вина дикстра жук и тут подсуетился да страдаю от бедрости дайте жить спокойно не крутись тут графический бак появился с теми кучами земли а это вода заблаживался дек перегружусь даже интересно с не сумела помочь герну но направила его карине тиль она и романки которые преуспела в розыске благодаря она и романки карине тиль ведьмак увидел как цири встречается со мной то есть до первый раз так оба кричу знал что если он хочет найти цири то должен сперва отыскать старого друга видимо дает x тут город периодически баха случается ну и картизанки за эти твои геройские подвиги но мамы ты был в зиме а говорим спокойно бывал я в зиме бывал черные рядания лишь бы платили и не били простому народу плевать черные рядания лишь бы платили ну когда-то ританский грамм интересно что моя жена что же мне интересно сколько она берет а может его и наверное больше герой то здравствуй мой дорогой ну подойди ко мне не стесняйся извини но я здесь это чего мы хочу нашел то одел они ждут сюда пожалуйста прошу наверх на приеме я слышала что этот бандит герой хорошо ты не мог выбрать более уединенное место чтобы обсуждать покушение все твой воде мы думают а многие сами бы за него взялись бояться нечего кроме того это место с традициями здесь фалька замышляла свое восстание кстати покушение на короля в риданка значит равняешься на фальку если я правильно помню это самый кровавый персонаж в истории ридания ее восстание изменило ход истории и это нас объединяет а что до крови мы пустим кровь только родовиду и я рад что ты решил к нам присоединиться признаюсь я не был уверен что ты появишься я честно говоря по-прежнему не верят чтобы здесь только из любопытства но ты нам поможешь посмотрим сперва я хочу узнать чего ты от меня ждешь думаю моего товарища представлять не нужно хорошо ты здесь безработные шпионы должны держаться вместе когда-то ты защищал одного короля он не шпионов убить называть гордиться тут нечем но я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего родовид уже не раз доказал что его заботят только собственные интересы он вторгся в каэдвен когда тот умолял о помощи когда я попросил его поддержать вы зиму он выставил меня за дверь начинается решающий этап войны так что действовать надо быстро у меня не осталось никаких иллюзий свободу тимерии принесет только смерть рада вида ладно и что вы хотите от меня один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся от того что он узнал зависят все наши планы надо его найти лучшего следопыта чем ты мы не знаем следопыта значит может еще что-нибудь расскажете например где у вашего товарища последний раз видели он выдает себя за странствующего сапожника он должен был переправиться через понтер и скорее всего прошел через риданский пост там у нас свой человек возможно он что-то видел зовут его грегор мы посвятили риданского солдата в план убийства риданского короля видишь даже не все риданцы готовы терпеть родовида а когда простые солдаты замечают что что-то не так значит пора действовать ладно найду я вашего товарища убеди ладно я поговорю с грегором спасибо постарайся не привлекать внимание если сможешь и помни от твоего успеха зависит будущее исход войны судьба тимерии и всего севера я понял попробую не опозориться увидимся мы рассчитываем на тебя на вашем участку можно и тебе осторожность не помешает я знаю я покрутился по улицам чтобы сбросить хвост если он вдруг был я не меньше твоего работал в разведке скидок нет кредит не дают я не могу скрафтить сет школы волка потому что я его не изучил еще его можно вроде сделать только если ты побываешь к аэр морхене я там ни разу не был а вот нужна шкура дракониды я не знаю где ее взять дом ковно как вы сопротивлению ударом не дает вот ну ладно тут могу сделать иди мне взять драконида у него это от природы наклонность чтобы стать разбойником бройников продают школу посмотрите доспех хотите хотите доспех да ребята у меня даже нету оружейника кажется кто его может сделать такой он требует мастерия ну ладно давайте сходим где у нас броник ну ладно смотри куда прячешь пробивать будут сильнее сушеные магические грибы классика так ну здесь есть бронет хороший а толк от этого полного сета что он даст чем могу помочь что у тебя есть ладно продает бывай чем мог мы любят чатик разные доспехи крафт ну давайте сделаем на 2 меритовая пластина нужно вообще хотел доспех бригады импера потом сделать вот он топовый но на 30 левел и и и и и и и и нынче попал дают за мечами я так понимаю мне лететь другую и дам ну либо его лим кота да сразу поменяем временно походим в эту мочу я правда дохерищ ресурсов собираю че их солить что ли не крутись то он горячая не раз вон отсюда чего ты здесь ищешь владею а столько работ здравствуй здравствуй гер сделал рубин он 2100 стоит ребят лет ладно чего не сделаешь ради чача слиток темной стали нужен так чач сделал я мечи будь здоров и сет сделал он на двадцатый левел я конечно 21 ну ладно дает знаки адреналин доп урон прикрыт ударе шанс крита шанс вызвать кровотечение доп опыт за смертельный удар по человеку увеличивает увеличивает за три вещи увеличивает продолжительность действия эликсиров на 7 процентов за каждый элемент комплекта увеличивает урон который арт наносит врагам находящимся под влиянием ирдена что-то как-то странно но это похоже так я так понимаю из сериала да у нас история здравствуйте здравствуй здравствуй медальон теперь другой из сериала она походим мы даже не свои то украина блять разобрать надо было не убрать улучшение Ебаный рот. Будь здоров. Такое ощущение, что Геральт стал мощнее в нем. Нормально, костры пылают. Ага, клюпаная кожаная балаклау нужна. С кляпом во рту. Да поменяем как, что-нибудь найдем. По-моему, бонуса нету и дальше ее качать не буду. По мне стрёмненькая броня. Почему рано идти? Мне какие квасы дают, я туда и иду, что пристали. Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии от Дикстри. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Идем, пройдемся. Не хочу альтернативный облик. Славно вы себе пост разукрашиваю. По приказу короля. Милостиво нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался. А тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовит здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, неволе. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка. Грамота у тебя охранная есть. Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Спасибо, увидимся. ОК. Найти фургон сапожника. ОК. Найти фургон сапожника. Держите меня подальше. ОК. 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 Все сделали на этот сет. Ну я сразу медведи буду крафтить. Так понимаю он следующий. Кота не хочу делать. Мне легкие сеты не нравятся. Я легкую броню никогда не любил. Так вот он фургон, я так понимаю, да? Угу. Повозка похоже не повреждена. Странно. Надо осмотреться. Может найду что? Следы драки. ОК. ОК. Заебись, блядь. 49 ударов сходу, найкер. ОК. 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 За жопу, наверное, тусарик. Сволочь ему блохастая. Интересно где хозяин этого башмака? башмак что-то мне подсказывает что я на верном пути до два варианта с этого волка теперь мне этот вообще не нравится какая-то садомаза броня интересно где хозяин этого башмака башмак что-то мне подсоединяете каком лавале пути интересно где хозяин этого башмака сколько там башмаков то блин господи да чё-то до хера больно башмаков это же он башмак что делает согласен ну ладно уж чё нацепил и знал бы даймонил не одевал да я вижу мне интересно откуда они тут взялись думаешь сапожник ходит всегда с корзины сапог башмаки из земли не растут не знаешь кто их тут раскидал рок не может ок и бог будут злые ок и бог твои друзья находчики большие находчики нашли человека а у него водки на телеге вот столько а что сделали с человеком в пещеру сделали вон туда его съели нет он костлявый не хорош и да ок сказал ему башмачить для ога бога и рога зачем вам башмаки человеки носят так ок бог и рог хотят будем большие хозяевы как человеки интересно бывай еще тролли где поряд и где-то пещера тролли вот она не ребят блять этот костюм это пиздец я с вашего позволения но нахуй не он бесит не буду он мерзкий раз знаете этого ущербного сета при первой же возможности благодаря анаэромантке карине тима демонил ты чуть чуть опередил я его уже снял спасибо огромное кто должен сперва отыскать старого друга ты чуть-чуть поспешил я уже загрузился ну он правда он уебищный ребят не обижайтесь кто просил его одеть но он пиздец спасибо огромное демонил да ну он прям страшный ну прям очень плохой ребят эти доспехи которых я хожу они в тысячу раз по моему атмосфернее и круче мне вот спойлили что нильгардская броня есть в игре но кроме бригады имперы я так ничего и не нашел может они есть в нильгардском лагере да я их пиздец доната даст снимал демонил но они реально стрёмные блять ну где-то в нильгардском лагере они есть надо одеть на одежду нильфов чтобы войти нильфгардский лагерь надо одеть на одежду нильфов чтобы войти нильфгардский у сейчас с вашего позволения на это умного я знаю где взять их броню и так и 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 Ну да-то недорогой. А, я этот позор уже успел скрафтить на этот момент, да? Будь здоров. Дай-ка я загружусь до того, как я его скрафтил. Не хочу ресурсов. Я не хочу ресурсов, он дорогой по ресурсам очень. Карини Тилли, Анейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря Анейромантке, Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так я... Тебя видели? Только мадам Сиренити и твой служка. Ну что, Геральд? Никто. Укротитель чудовищ. Не хочешь ли, не меня укрите? Я покрутился по улицам, чтобы сбросить хвост, если он в трубку был. Я не меньше твоего рабочего. Вот, твоего для Цири. И меня учить конспирации. Блин, Роше нормальный мужик. Мне он со второй части еще нравится. Чатик, Роше нормальный мужик. Не, ну я как бы любой сет могу сделать. Но если я начну делать все подряд сеты, придется задуматься о рецах. И деньгах. Покажи. Ну-ка, я арбалет могу купить. А, ну, отстой. Будь здоров. Ну, он откачет, мне дорогой. Тем более, он прикольный Нильфгардский. Кажись, у меня часа. Загрузка заглючила, видите. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьян. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велин. Рашид четкий, как картинка на ВК. Так, идем проникать в лагерь Нильфов. Гостиный дом. Да я, посмотрев, что здесь творится вам, что-то слегка подразочаровался в севере. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Да дай мне пройти, блядь, доебался. Дизель Нильфгардский шмот. Прикольно. Наверняка. Это что за доспех? Not bad. Not bad. Тебя мускулистые бедра. Не знаком. На границе этого лагеря заканчивается теоризация. Фига не там развлекаются. Ну, кстати, у меня на животе нет солнца Нильфгардского. А как пройти? Там вон сундук. Как пройти? Может, время какое-то? Может, ночью? Да нет, че-то. Ты сбежал из эльфского отряда? Ясу Экс. Кто-нибудь объяснит, что ты тут делаешь? Этот такой красавец, что и сам себя обслужить боится. Как бы он сундучок тут взять. Туда, видимо, не пройти. Туда, видимо, не пройти. Нормальная история. Привет, Ultimap. У меня надо было телепортироваться. Есть реальная броня анильфов, но я не буду ее включать. Мне эта броня нравится, я бы в ней побегал. Она красивая и тяжелая, настоящий панцирь. Мне эта броня нравится, я бы в ней побегал. Мне эта броня нравится, я бы в ней побегал. Но он не сетовый, он дает плюс здоровья. 460 хп. А это перчатки дают 50% урона при крит ударе. Учитывая, что меч дает 50% урона при крит ударе, то получается увеличен в два раза крит удар. По моему очень не слабо. У меня сейчас плюс 100% сила крита. Насчет шлема можно голосование устраивать. У него можно снять в любой момент, в конце концов. я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии от Дикстри. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Идем пройдемся. Славно вы себе пост разукрашили. По приказу короля, милостиво нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался. А тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовит здесь ни при чем. А кто по-твоему выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Нужен шлем, да. Сет есть восточный. Да, я одевал. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Там скорее китайский сет, но катаны есть. Я ж бегал с катаной. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить посмотреть, не его ли. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка. Грамота у тебя охранная есть. Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Но знаков развлечений Львгарской гвардии у меня нет. Обратите внимание, нигде нет солнца. Отойду, ребят, буквально. 5-10 минут, перерывчик, отойду. Скоро вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 В таком виде, если бы Геральт заявился к Роше, мне кажется, последнюю бы хватил Кондратья Интересно, где хозяин этого башмака Представьте лицо Роше, когда Геральт в таком виде заходит Да и эльфы бы знатно охренели Учитывая, что с ними нильфы сделали в дальнейшем Не хочу, если оно так сказалось Почему? Кого сжечь без разбора? Где сжечь без разбора? Вы о чем? Башмак, что-то мне подсказывает, что я на верном пути А он что-то делает Не всех, членов ложи Привет, сжечь Возьмак, иди себе Бодки собираю Да я вижу Мне интересно, откуда они тут взялись Выросли Как грибы Башмаки из земли не растут Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может Пок и Пок будут злые Пок и Пок, твои друзья? Находчики Большие находчики Нашли человека А у него Бодки на телеге Вот столько А что сделали с человеком? В пещеру сделали Вон туды Его съели? Не Он костлявый Нехороший Бе Ог сказал ему башмачить Для Ога, Ога и Рога Кальян иногда курю Раз в месяц где-то Иногда два раза в месяц Скажу кальян покурить Человеки Ну, один на двоих Там, наверное, троих Ог, Пок и Рог хотят Будем большие хозяева Как человеки А так курить бросил полностью Бывай Черт ролик где-то Ог и Пок И где же они? Модки блестявые Хм Нет, пару лет Пару лет не курю Ну, вейп не считается Поэтому, как бы Не считается в том плане Что Именно сигареты Я бросил, наверное, лет Года 4-5 А вейпу не притрагиваюсь Года два То есть, ну, ничего В принципе, нету Вообще Ни вейп и ни сигарет Года два А так Я сначала сигарет На вейп переходил Таллер? Ну, конечно Кто еще будет учить троллей ругаться? Господи Это реально Таллер Сапожник О, Геральт Сколько лет? Этот кто? Спокойно, Ог Это мой старый знакомый Иди отсюда Или в суп Я ужасно жилистый Это правда Ты только взгляни на него Кожа до кости Ну, господа тролли Мне пора Вы тут потренируйте Чему я вас научил В следующий раз Как тут буду Устрою вам Сухой экзамен Тала Не ходи Тала Сиди на жопе Вот и швей Как я вижу Вы подружились Но Таллер Должен пойти со мной Никуда не пойти Боты шить Он мне нужен Нужен тут У тебя есть боты У Ога нет У Рога и Бога нет Сделает боты Тогда пойдет Бедный Таллер Так, спокойно Таллер вернется Ему просто надо Сходить со мной Взять кожи Для ваших башмаков Слушайте, Геральт Он херни не скажет А во второй части Не было Таллер Зато в первой Был прикольный чувак Глава Тимирской разведки Для тех Кто не вкупся Вы ноги свои видели У вас лапище Как корыто Чтобы шить вам Бышпаки Мне нужно Очень много Кожи Усек Мы с Геральтом Пойдем сейчас Нормальный мужик тоже Потом я вернусь И зашью Вам ботинки Для Бога тоже И для Рога Три пары Для каждого из вас Козлаега упрямый Но пусть идет Только пусть вернется Я знал, что вы славные ребята Скоро вернусь Тролли брутаны Я за сколько играю Первую, вторую, третью часть Ни разу тролли не убил Славный у тебя дом В белом саду Только ты забыл Прибраться Перед отъездом Отсылка Я-то думал Что замел все следы Как ты нашел Эту нычку Нормок случай В виде сковороды Бумаги не дожил Пресную Может пригодиться Давно мы не виделись Что ты, как ты Нильгард Раздолбал разведку Тимерии За одну ночь Я и вошел Сильно Керовый ты разведчик Квасит с горе До тех пор Пока печень не сказала Хватит И что теперь Работа над ошибками Все сначала Верчусь по округе Слушаю Спрашиваю Вербую новых агентов Нильгардская Агентура Значительно лучше Северный Как живешь? Как картофельная Моль Сижу тихо Глаза не бросаюсь Рубаю картоху Нормальный план После этого Квеста будет Гвинт Я бы сыграл с Тайлером Гвинт Он мужик умный Вообще приятно Видеть персонажей Из предыдущих частей Тайлера Роше Бьянку Они клевые Уже как родные Блин Мася Кам Цумер Уже как родные Уже как родные Продолжение следует Уже как родные Уже как родные Дыхал шайца Шнели, шнели Спасибо еще раз, Геральт Отсюда я и сам доберусь Обязательно расскажу Дейкстри и Роше, как ты Огу подназрал Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота Слушай, в Изиме ты вроде был старьевщиком, как ты вдруг стал сапожником Просто выбрал наименее подозрительное занятие Старьевщик херовое прикрытие Слишком много народу считает себя обману Мастер кусает геймпады Мне не нужно было привлекать к себе внимание Думал заделаться корчмарем Людей они много видят, каждый что-нибудь да скажет Проблема только в том, что ты сидишь в этой своей корчме, как шавка на цепи Никуда ты со своего двора не денешься А башмачник может заехать куда угодно В этом можешь не сомневаться Я себе даже вон фургончик организовал Красота Я на нем, сука, неплохое состояние сколотил с начала войны Эх, тура, она же вечно куда-то прется А знаешь, что бывает, когда сапоги стерты? Ноги тут же в кровь сбиваются Каждый солдат маму родную продаст ради годных сапог И это правда Что будешь теперь делать? Ну как что? Вернусь в Новиград Там вместе с Дикстрой и Роше Будем выдумывать наш гениальный план Никаких подробностей? Прости, брат Но хер я тебе что скажу Сука, если бы дело касалось только меня Я б тут же тебе все и выложил Я если кому и доверяю, то только тебе Но я работаю не один Так что и решение принимать не мне одному Лучше я помочь Ясно, я понял А у Нильфа Фобольф была хорошая Бывай, удачу тебе Ох, она мне пригодится Родовит та еще бестия Но мы что-нибудь придумаем Ужас, Анжно тебе говорю Скоро о его смерти весь север будет говорить Постарайтесь только, чтобы не говорили про трех убийц Которых отправили на дыбу Хе-хе-хе Не боись, Геральт Мы не пропадем Бывай Ну, будь Что-то не хочет он в Гвинт играть, мужики Вы точно не ошиблись? Угу Ну, будь Я, сука, уже есть Ну что, путаете чего? Да Да Да, отойти вне радиус Чат на Твиче говорят, что у него можно с ним в Гвинт поиграть Но он что-то не играет Ну, не хочет Тайлер в него идти Ну Я, сука, уже После какого лютика я никого лютика еще не видел Эй-эй Берегись Прочь, холопы Красивая у тебя веселька А это правда Чуть не дал он дальше квест Тогда идем по сюжету Вроде я все сделал Если я выведу на экран чат, мне кажется, это не очень красиво будет Я люблю, когда экран чистый от всякой херни Служба не дружба Понятно, Лаура Броня смотрится классно, аутентично Мне нравится Герой ты мой Ну иди, я тебя поцелую Я понимаю Есть способ Там, может, доделают Чтобы Чат-бот В общем, дублировал сообщения В чаты Ну, это нильфовские крылышки Дивизия Альба Броня Причем есть броня дивизии Импера Точнее, это нильфгардский гвардейский Нильфгардской гвардии доспех, да? А есть еще Я не знаю, он так же выглядит, не так же Но у меня есть вот такая штука Смотри Бригада Импера По внешнему виду он с белой отторочкой идет У Импера В отличие от гвардии Я нашел его рецепт А это, да Это дивизия Альба Группа Армий Центр Ох, что ж творится Не знаю, мне кажется Только не это Квс сам продолжится Не стоит форсировать, Арчи Угу, залечу Нехорошо Нельзя зайти? Эх, если бы мой старик был Я знаю, как спасти Лютика Но сперва надо найти Дуду Сначала скажи, что ты придумал Наш Доплер воплотится в Менге И отдаст приказ перевести Лютика в Оксенфурт Тогда у нас появится шанс его отбить Гениально Но как ты собираешься искать Дуду? Ты с ним дружила Знаешь, где он может скрываться? Доплеры скрываются не где-то А в виде кого-то Обычно, когда у него были трудности, он пропадал А на следующий день появлялся в другом обличии Ну, в тот раз Он не вернулся Ты давно знаешь Дуду? Это странно прозвучит, но Я не уверен Похоже, он крутился вокруг меня долгое время Под разными обличиями Пытался привлечь мое внимание Не удивлен Спасибо Я ничего не понимала до тех пор Пока он не решил поставить на карту Ну, я боюсь, Чихо, я не хочу Как ты поняла, что это не Лютик? Дуду не умеет пить? Нет Он просто не говорил все время о себе Нужно как-то убедить Дуду выйти из укрытия Может, удастся оставить для него весночку Нахрене на Нильгардский доспех? У людей, которым он доверяет? Сомневаюсь, что Дуду дружил с кем-то, кроме Лютика и трупа и Рен-Рен-Ар Он целыми днями торчал на сцене или в зрительном зале То есть он любит бывать в театре? Да Собственно, я удивлена, что он не пришел к нам Он вполне мог рассчитывать на помощь Лис Если актеры готовы помочь? Конечно Достаточно упомянуть Дуду Ирена и ее трупы очень ему обязаны Можно попробовать воспользоваться представлением Если впрести в сюжет пьесы сообщение для Дуду Возможно, мы выманем его из укрытия Замысел неплох Только парой стров тут не обойдешься Кроме того, ты и правда думаешь, что Дуду сейчас убивает время? Посещая представление, которое знает наизусть Так что ты предлагаешь? Мы должны написать целую пьесу Что-то новое, громкое То, что сразу привлечет внимание Дуду Важнее всего Хорошее название Об этом должен весь город говорить Если хочешь, можем приняться за работу прямо сейчас Ну давай Можно приступать к пьесе Есть мысли насчет сюжета? Ну, собственно... Самое важное Передать Дуду, что ты защитишь его от ублюдка И что мы хотим спасти Лютика Послание должно быть ясным Но его надо вплести в повествование А значит, нам понадобится соответствующая сценическая структура Понимаешь? Да, вроде понятно Да, все ясно Теперь найдем соответствующую форму выражения Нужна современная увлекательная история Может, о повестских кондотьерах? О, знаю Лоренцо Моула Прекрасный, но безжалостный разбойник И Доплер Который обвел его вокруг пальца Теперь Доплер должен скрываться И может рассчитывать только на помощь друга Ведьмака Который в свою очередь готов на все Чтобы спасти свою дочь Нет, возлюбленную Хм, как тебе? Ну, что-то так себе Может, подумаем еще? Это как-то слишком... Слишком современно? Верно Погоди, дай подумать Есть! Я знаю Мы поставим историю о еже из Эренвальда Тайное венчание Проклятие Дитя предназначение Часы бьют полночь Но... Все видят его лицо Чудовище хочет похитить книжну поветку Его велят казнить Но тут появляется ведьмак И все кончается хорошо Так, решено, да? Ты хотел что-то сказать? Ты мне дашь вставить словно? Или ты сама уже все решила? О чем ты? В этом и заключается творческая работа Мы обмениваемся мнениями Из которых потом выбираем лучше То есть, твое Ну, в конце концов Я лучше разбираюсь в театре Ну, ты, конечно, тоже принимаешь участие В творческом процессе Лютик тебе потом... Реально, женская версия Лютика Мы должны придумать хорошее название Это даже важнее, чем сама история У меня уже есть несколько мыслей Может, ты выберешь что-нибудь? И ты правда учтешь мое мнение? Конечно! Мы же соавторы Я просто руковожу Пока у меня две мысли Избавление Доплера И заменник спасенный Или триумф ведьмака Что тебе больше нравится? Заменник спасенный Или триумф ведьмака Заменник спасенный Или триумф ведьмака Это лучше объясняет В чем дело Есть только одна проблема В истории оповете И заколдованном еже Нет доплеров Не страшно Заменим еже на доплера И все получится Ага Главное передать мысль Ведьмак приезжает И спасает доплера Ясно? Хорошо Это будет комедия? Я, собственно, думала о драме Но если ты хочешь что-нибудь полегче Решай И я начну писать Доплер, которого спасает ведьмак Все-таки давай комедию Пусть будет комедия Хорошо, в таком случае Я берусь за работу А ты сядь где-нибудь в углу Почитай или там подумай, ладно? Хорошо Эй, Геральт Какая рифма к слову Ведьмака? А карака? Вечером Вечером Зан что-то постримит А потом я подумаю С Fire Emblem Все Будь у нас больше времени Я бы сделала из этого маленький шедевр Но времени у нас нет Главное передать сообщение для Дуду Сообщение? Я думал, ты встаешь в текст что-нибудь вроде Приходи в зимородок Или... Но это совершенно не подходит К характеру моей пьесы Ты же написала ее специально Для того, чтобы выйти на связь с Дуду Ну хорошо Вот как ты себе это представляешь? Понятия не имею Мы узнаем его по шраму Или будем импровизировать Бесполезная Сперва отнеси текст, мадам Ирен Знаешь, где ее искать? Ее трупы выступают в переулке мясников Потом присоединяйся к нам Бывай Ведьмак весело и дерзко Мне не хватает Груби А, доспех, да А, альтернативный вид доспехов А, доспех, да Где это, блин? А, прям совсем главное Я не хочу Рачти свою роль в пьесе Да мне просто не хочется выходить в меню Серьезно Хрень Ради этих мошоночных доспехов Куда пошел? Билет купи Там культура, а не что вы, каждый хам за так Здесь выступает труппа мадам Ирен Ну да Только для входа нужен билет Представление-то пока не началось Актеры просто так что-то там повторяют Ну и на это дело тоже поглядеть любопытно Так что Дать билетик? Ты же сам сказал Представления нет Ну билетик-то ты купить можешь? Так как? Один? Ладно, давай Один Держи Почти получилось, но... Ну и грозно Но, как говорится, бар должен быть легче А ведь мак ловчий Все сходится? Просто надо больше огня Мадам Ирен, мы можем поговорить? Геральт из Ривии Лютик столько нам о тебе рассказывал Он с тобой? Нет, но надеюсь, что он тут скоро появится Я по поводу Дуду Пойдем поговорим в мою квартиру В задней части театра Там никто не будет нам мешать Крон Не ворона Чем я могу тебе помочь? Хотя не один к одному У Лютика давно у нас не показывались У Лютика неприятности Об этом я догадывалась Вопрос, насколько серьезный Увел чью-то жену И теперь должен скрываться? Сочинил обидные куплеты Про жрецов Вечного Огня? Хуже Я попробую вытащить его из этой истории Но сперва мне нужно связаться с Дуду Но ведь он тоже пропал У меня есть идея, как его сюда заманить Но для этого мне понадобится ваша помощь Я могу на вас рассчитывать? Конечно Но что мы можем сделать? Я хотел бы поставить театральную пьесу Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил А, ты хочешь, чтобы Дуду прослышал о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса? И кто ее напишет? Присцилла Пьеса уже готова Это история о ведьмаке, который спасает Доплера Звучит недурно Я с удовольствием посмотрю текст Но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей И о какой-нибудь охране Ты займешься этим? Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы Абьеси услышал весь город Нужно поговорить с Кайрами А что за Кайры? Это группа уличных артистов Если они возьмутся за дело О нашем представлении узнают даже мидии в порту Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в обрезках В каменном доме рядом с парком Но не знаю, там ли они еще В последнее время их что-то редко видно Может, они отошли от дел? Я все узнаю Спектакль о Доплерах может не всем понравиться Но чтобы сразу вот так нанимать охрану? Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях Но в Новиграде публика считается особенно сложной Гнилые яблоки, помидоры, яйца Скорее топоры, тисаки и кирпичи Ну хорошо, вы знаете кого-нибудь подходящего? Может поискать в доках? Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу Спасибо за помощь Я вернусь, когда найму охрану До свидания Любопытно Давай жонглёру сначала наймем Как говорится, Барт должен быть певчий, а ведьмак ловчий Если честно, я вчера думал, что я уже закончил Новиград А тут столько квестов на самом деле еще Уличные артисты или проститутки? Впрочем, они падают Значит, она передает мое настроение Чего ты здесь ищешь? Я ищу Каир Это вы? Нечем нам платить Оставить нас в покое Это какая-то ошибка Прости Я думала, домовладелец нанял нового бандюга, чтобы содрать с нас денег Нового бандюгу? Большое спасибо Прости Ты грозно выглядишь А у нас в последнее время одни неприятности Миса в последнее время вся на нервах Да у нас у всех Не нужно мне от вас никаких денег Наоборот, я сам готов заплатить Если вы согласитесь зазывать народ на новую пьесу Мадам Эрен Ох, боюсь, это невозможно С тех пор, как мы стали петь балладу о жрице Хемельфарте У которого на уме только шлюхи и жратва К нам прицепилась банда Толстого Это кто такие? Обычные разбойники на службе церкви Теперь полно таких Они угрожали Нисси Говорили, что отрежут ее острые уши Не дают нам выступать Прогоняют зевак, ломают инструменты А последнее время постоянно караулит у нашего дома Мы уже не знаем, что делать Ну хорошо, а вы поможете мне с пьесой Если я отвожу от вас Толстого и его дружков Конечно, но это будет нелегко С ними не сговоришься Я и не собирался с ними разговаривать Пойдем порешаем, как это умеет Геральт Повтори, что ты сказал? Я? Эй, Толстый, глянь-ка Сдается мне у него кошачьи глаза Ну точно Видать, мать его, коты на крыше драли Ты чего потерял в городе вечного огня, маршивец? Оставьте музыкантов в покое Это те гниды, что оскорбили иерарха Хемельфарта Бабником его обозвали Да я скорее в священный огонь носу Пусть только спустится, поэты недотраханные Я им эти флейты в жопу засуну Погохульником А уж тогда, что не пернут Сразу новая мелодия Оставьте музыкантов в покое Да Оставим В покое Что за хрень? Черная магия Колдун ебучий Ой Не лезь ты его под меч Ох, сука Да пушекиху Дал ты им прикурить Здорово Раз, два Через шпину и по башке Наконец-то я смогу выйти из дома без капюшона Спасибо Большое-большое спасибо Да что ты Не за что Ну как же Я хорошо помню, что мы обещали за помощь Будем расхваливать пьесу Ирэн, пока не охрипнем Сколько вы за это хотите? Ничего Ты помог нам, а теперь мы поможем тебе Вот увидишь, мы полгорода в театр загоним Так, быстро собираемся и на улицу До встречи Удачно вышло Колдун ебучий Я тебя предупреждаю Я тебя предупреждаю Блин, отхать надо еще на рынок зайти, вот что я думаю Здесь где-то небольшой рынок Дай-ка я утро подожду Потому что ты хотел вишневую настойку купить Я вспомнил, гарни пройдешь ты сегодня на Веград Вот у него я брал Да, мне много надо Псид Бабкин алкоголь Будь здоров Я менял монет Так, риданская желудевая кончеродия в своем укрываем Мне нужна риданская желудевая волоска Прошу Что у тебя там? Будь здоров У меня что, корчумаря будет? Водочка На, вот новый бармен Прошу И он играет в Гвинт Не желаешь сыграть в Гвинт? Мне ребят писали, что я за пару часов пройду Прошу Значит не посмотрю сегодня с Гелега Ну, завтра, значит, посмотрю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как не умели эти тупые эльфа-твари играть, так и не умеют Печальное зрелище Я лючика забыл добавить Сильный? Что за карту дало? Эльфский застрельщик Ну, мифами можно сыграть уже Но нужны шпионы? Без шпионов оно не то Эх, если бы мой старик был такой же отважный, как и я Самое чудище убил Я даю за водкой приходил Прошу Прошу Что у тебя там? Чё так мало? Почему так мало водки? Прошу Чё так мало? Чё так мало? у меня конечно не такая редкая вишневая наливка номер просто покончила 100 лодка здравствуй легко будет отыскать мага в этом муравейнике легче чем тебе кажется почему у тебя всегда у тебя отец болеет и помочь ему может только эликсир придется потратить волю в жизни из меня высаживает почем же я узнаю что он свежий я драгать лучше оладушка у если играл у массе звене вместо обеда давай лучше перейти какой билд до всего-всего понемножку на возрубы на нильфах собирать потом покажу любопытно обожаю обожаю благопытно обожаю спать обожаю на Да нильфы хороши, вопрос в другом Шпионы нужны нильфовские, шпионов нема Шпионы нужны нильфы, шпионы, шпионы, шпионы Шпионы нужны нильфы, шпионы, 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 шп Нормально. Впомна. В серьезной колоде пока не поиграть. Мое почтение. Шпионов не хватает. Покажи. Бригада на УЗИ слабовата. Бригада на УЗИ слабовата. Моя хозяйка вызвала меня вчера на разговор и сказала, что я плохо расслаблялся. Ну что там у тебя? Магические аксессуары, алхимические ингредиенты, эликсиры и все такое. Интересно. Ты что-то не похож на чародея. Я и не похож? Да нет, у меня есть все. Мериданская ржаная нужна. Я туда, заботюсь о том, чтобы вещи несчастных сожженных попали в хорошие руки. Ну показывай. Покажи, что у тебя есть. Сплошные раритеты по доступным царям. Ух, сука, ты меня не видел. Это не Зушек. Это кто такой был? Почему сбежал? Он суп на огне оставил. Смотри, чтобы я тебя на огне не оставил, деловой. Я буду за тобой приглядывать. Пойдем. Да сделаем, Лаур, ну блин. Что за торговец-то вистанинственный? Хорошие зелья. Низушек не урал. Запах на всю. Ну, лишь рандомные квесты попадают. Что, я их скипать буду? Вдруг он что-то хорошее продает. Эй, седой! Хороший ты мужик, что меня тогда не выдал. За это полагается тебе, приятель, скидочка. Так что? Подоргуем? Ну давай. Ну ладно, может... Ммм, водки нет. Глифы. Ну такое себе, ничего интересного. Ммм, водки нет. ну уж не сделали ладно я по алхимии могу кое-что приготовить но мало видите только один не хватает риданской желудёвый отличный лес морибора мне нужен и улучшенная полнолуния никак не могу улучшенной полнолуния киновари опять надо сделать лан пока не буду делать там посмотрим не гре дон меня лучше танцующий звезду сделаю отлично суровая бомба да вроде посматриваю когда возможность представляется посматриваю специально прям не ходил есть возможность смотрю но она не так много и покажем здесь лишь три штуки приходится скупать ты не найдешь будь здоров так поехали лес морибора киноварь что на киноварь не хватает перед ступень пойдет скупим чудесный торгаш бордель свет представление ведьмак в борделе что ждут странного ты странный брат все знают что ведьмаки вы рыбки ненормальные мутанты а здесь порядочный бордель для шлюх с принципами говори начистоту у тебя в штанах точно все как у обычного мужика когда последний раз проверял все вроде было на своих местах она и в гвинт играет я хотел бы кое-что элитная алкашка я бы лучше сыграл в карты а для этого нужны только руки за кем противник играет фольтестом сильным фольтестом играет кем противник играет Морвурн Ворхес, командующий дивизией Альба. Латвы в колоде у него нет, Летте из Гулетте. Чуть за стрелки, лучник черной пехоты. Серьезно, ребята. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Пока не спешим Вот так лучше О, это свина Сдать раунд, ну почему нет Казни нет, чтоб законтрить Пасует, да Не хотел бы увидеть Вот это дерьмо В следующем раунде ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Никого не убивал Помогал, спасал Я людям помогаю Никого не убиваю Трис Мэри Гольд ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моровая дева ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Само твое присутствие Оскорбляет вечный огонь Мне нужна свежая треска Прошу, прошу Треска как на конце ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включение, что вечный огонь Оскорбляет буквально все Нет, я не убивал Трис ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я забываю, что Нильфа при ничее выигрывает Сил нет Хотя с добором карт Способность более топовая Хорошая схватка Неплохая работа ног Ты со мной пришел Силы имеется Или с гав Ведьмак против Бестии из Метины Инстинкт убийцы Против первобытного безумия Я хочу нанять вас в охрану Мы ставим театральное представление Мы должны херачиться на сцене Вы должны следить, чтобы никто Не нахерачился у сцены Это ты не по адресу Нам бы где подраться Может, побьемся об заклад? Если я одолею Галла Вы пойдете работать у меня Задаром Видишь ли? Галл не в восторге от театра Сердечные дела Опустим детали Чтобы его убедить Надо что-то разэтакое Будешь драться с нами двумя одновременно Неплохо он придумал Поединок столетий Ведьмак против двухглавого дракона из Метины А если проиграю? Так, конечно, проиграю Тогда заплатишь вдвойне Но мы будем на тебя работать Хорошо Я могу помериться силой с вами двумя сразу Сначала деньги Проиграешь, они останутся у меня Ладно Давай поставлю Как ты и говорил Если выиграю Оно возвращается ко мне Галл! Заканчивай! У нас тут кое-что особое! Кто-то болит! Меня поднимает У нас тут кое-что Оно Поднимает У нас тут Заканчивай А Утро 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 Давай, хватай его! Вот, сломит. Ставлю на кого с толстым пуздом. И жгни тебя выпущу, большинец. Ну, давай, хватай его! Ставлю на кого с толстым пуздом. Ну, давай, хватай его! Вот, сломит. Ишь, напали на эльфгардского офицера. Огрести таких прекрасных звезделей, это ведь не часто бывает. Да нормальный котелок, чувак. Не имел. Но пора же видно, что ему понравилось. Пора передохнуть. Можем пойти поохранять, что там тебе надо. Даром. Ага. Бери назад свой день. И не боись. Мы придем вовремя, сделаем все в лучшем виде. Ну, давай, не стесняйся. У меня найдешь все, что нужно. Эх, и жить не хочется. По голосу слышно, какая она там не пьяная. Хоть дети голодными не ходили. Тоже хочешь подзаработать? Что ж творится? Ты в таком-то доспехе потеешь, Нинус? А тебе что? В сравнении со всеми остальными, нивлигарцы, самые адекватные тут. Вот холера. А вот и ты. Мне удалось нанять охранников. Отлично. Одним вопросом меньше. Я хотел обсудить текст пьесы. Совсем неплохо написано. А мне нравится. Ради Дуду я была готова рискнуть репутацией театра. А теперь вижу, что это может быть действительно интересно. Я даже знаю, кому дать роли слуги, ведьмака и королевы. Надо еще подумать про князя и княжну. Кто сыграет ведьмака? Один любитель. Я с ним еще не работала. Но я уверена, что с этой ролью он справится логичный. Он в трупе недавно? В каком-то смысле. Не притворяйся, будто не знаешь, что речь идет о тебе. Но у меня нет актерского таланта. Какой из меня актер? Не знаю, может вы не заметили, но с экспрессией у меня слабовато. И это очень к месту. Ты же будешь играть ведьмака, а не княжну. Ты должен появиться на сцене, чтобы Дуду тебя увидел. Ведь ради этого мы пьесу и ставим. Верно. Как-то я сперва не подумал, что до этого дойдет. Ничего с тобой не случится. Просто выйдешь на сцену с большим мечом. Состроишь грозную мину и произнесешь несколько реплик голосом, как из бочки. Справишься? Видимо, выбора у меня нет. Подумаем про роль княжны. Роль маленькая, но очень важная. Кто бы мог ее сыграть? Присцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Правда, у меня сценический опыт больше. Пусть играет Присцилла. Не обижайтесь, но большинство людей... Обращает на внешность больше внимания, чем на способности. Понимаю. Я дам ей знать. Уверена, она справится. Кого вы видите в роли князя Доплера? Я выбираю между двумя кандидатами. Безопаснее было бы взять Абеляра Ризе. Он в нашей труппе давно, работает безупречно, но толпу не заведет. А другой вариант? Максим Больет. Это великолепный актер. И публика его обожает. Но, к сожалению, никогда не знаешь, придет ли он на представление трезвым. Да и придет ли вообще. Ладно, возьмем Максима. Если что, я его Аксин приведу. Мы дадим эту роль Максиму. В последнее время у него была светлая полоса. Может быть, он нас не подведет? Так, роли мы распределили. Похоже на то. Так творческий народ что-то хочешь. Готов выйти на подмостки. Я просмотрел текст по дороге. Просто из интереса. Так что можно начинать хоть сейчас. Тогда не будем терять времени. Идем на сцену. Золтан, что ты тут делаешь? Я слыхал от пресциллы, что вы собрались ставить пьесу. И ты сыграешь главную роль. Не главную. Я и подумал, нельзя же такое пропустить. Скажи, тебя оденут в ритузы? Пойдем, Геральт. Тебе нужно собраться перед выступлением. Удачи. Золтан, крыца. Ты издеваться пришел. Достойные обыватели священного города Новиграда. Приглашаем на блестящую комедию под названием Заменник спасенный или Триумф ведьмака. Это я придумал. Ведьмак Геральт в роли самого себя. Катарина в роли королевы. Лео Рибе в роли подлого слуги. Персонаж по имени подлый слуга. Окей. Приступит любимиц публики Максим Балье. В роли княжны вы увидите прекрасную, очаровательную девушку-министреля, обладательницу соловьиного голоса. Да, услышал я соловьев. Соловьев. Фигдом кам. Омерзительный звук. Королева, укротитель чудовищ, которого ты призвала, ждет в коридоре. Пригласи его. Что, королев-то страшно? Далеку рожу. Винишко глотну я слегка. Ее сын, что ли? Такой же носатый. Ведьмак. О поддержке молю в деликатнейшем деле. Знаю, монстр покусится на наше веселье. Отсеки же голову. Ты у чудища злого. А награду я дам на подушках пуховых. Убиваю чудовища ради забавы. И за похоть стяжал себе громкую славу. Господи. Даже мне неловко. Он крючок заглотил. План удался отлично. Коль жених на балу поменяет обличье. Тут ведьмак и пронзит чудо-юдо, как с пиццей. Да и гости другие с ним станут биться. Ах, только жаль мне дитя. Будет плакать девица. Но не брать же мне монстров зитья, чтоб срамиться. Нас призвал сюда повод достойный волненья. На помолвку княжны всяк идет без сомнения. А про чудовище ни слуху, ни духу. Может, он средь гостей и сейчас меня слышит? Любимая, долго срывали бы наши огненные чувства в целом месте. Ой, актер никогда текст не учит. Это называется импровизация и талант. Как довольна секретом, вот тебе предложение. Ну, а после, в покоях, я стеру с тебя платье. Я согласна, любимый. Согласна. Внимание! Чин велит молодым, чтоб бокалы поднять им. Или счастье их древним омрачиться проклятием. Измена не вина, а воды с серебром мне подали. Вот таким существом вы меня не видали. Люди! Он не князь. Это Доплер принял его облик. Вот так пара. Княжна и полиморфная особь. Это монстр, о котором тебе я сказала. Бей его, и пусть кровь обогрит эту залу. Монстр он или нет? Я люблю его страстно. Прочь клинки. Не пугайтесь Доплера напрасно. Он существом был всегда безопасным. Люди, помните, делают монстром не облик. А злой характер, как у этого слуги. Прав, ведьмак. Кто подал слуги на ветер. Быстренько свалили в вину. И не из пути его злые советы. Насли крайнего. Привет, Андрей. Любит дочь моя искренне, сердцем отважно. Мораль истории любой из вас постиг. Любите Доплеров. Не тот чудовище, кто с виду многолик. Ведьмак, каждый Доплер тебе будет другом. А тюремный подвал домом всем подлым слугам. Стража! Позовите стражу! Пусть заберет отсюда этого изменника! Ай, вы слышали, что княжна приказала? Господин мой, давайте на сцену! Закуйте изменников кандалы! Нам рожа такая, я не знаю. Сорок лет на фронте. Не бойся. Все потом жили долго и счастливо. Скоро Доплер с княжной и свадьбу сыграли. И с тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали. Доплером место в костре! Сжечь всех на костер! Да успокойся ты! Не видишь? Тут жутки шутят. В комедии даже и гуль мог бы князем стать. Не переживай, сука. Неспростая выбрала комедию. Врача, врача, позовите врача. Геральт, как ты меня распознал? Привет, Дуду. Я слышал, ублюдок оставил тебе отметину на память. Значит, ты обо всем знаешь? Ты встретил Цири? Нет, мы пока ее ищем. А, Геральт, как все вышло-то. Давно уже я так не смеялся. Расскажу ребятам, они же не поверят. Ты можешь мне объяснить, как вам с Лютиком удалось перейти дорогу одновременно Ройвину, ублюдку и храмовой страже? Все пошло не совсем так, как мы задумывали. Дебилы. Почему ты не связался ни с Престилой, ни с актерами? Я был в театре несколько раз в разном обличии, но так и не отважился. Не хотел их подставлять. Но когда услышал про новую пьесу, то подумал, что это шанс узнать, что с Лютиком и Цири. У меня 40-80 видеокарт. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал, было за ней, но... Наверное, я бы ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом. В некоторых местах, да, глючит, но картинка в целом офигенная в игре. Я перепугался. Ты каждый день принимал новый облик. Я разподумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, но... Погоди ты, чудак. Геральт, ты когда последний раз видел Цирилу, а? Давно? Получи включен, все включен. Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт? Не нужно. Не нужно. Я узнаю, Цири, когда увижу, я уверен. Я... Я только подумал, что ты, быть может, хотел... Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. Зачем это монстра превращаться в Цири? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдуньями. Но у нас есть и хорошие новости. Менге нет в живых. Хорошо. Наконец, хоть кто-то его прикончил. Хотя на его место придет такой же, если не хуже. Не обязательно. Но троп чую, что это может быть вполне порядочный господин. О чем это он? С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менге и отдать приказ перевести Лютика в Аксенфурт. А потом мы устроим засаду во враге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я стану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Лютика держат на Храмовом острове. Придется тебе самому узнать, где именно. А если это покажется подозрительным? И они начнут меня расспрашивать. Бьюсь об заклад, что никто и никогда не станет докучать предводителю охотников. Кроме того, ты же Доплер. Ты еще и актер в придачу. Ты в любой ситуации справишься. Если станет горячо, просто зайди за угол и обратись в сисястую бабу. Или, ну я не знаю, в галку там. Ясно. Спасибо. Охрененный план с золотом. Никто не знает, что Менге нет в живых, поэтому не бойся, что тебя раскроют. Никто не знает, кроме вас. А ты не имеешь отношения к пожару в казармах охотников. Скажем так, я был рядом. Жалко, я этого не видел. Ты справишься. Все думают, что Менге исчез, а значит, ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду в овраге. Геральт присоединится к нам и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менге с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется? Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так, Дуду, двигай на Храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Да, до встречи в овраге. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности, как Ля Шарель. Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз. Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в шалфей Розмарин, где мы все и встретимся. И нас жремся, как дикие барсуки. Хороший фланг. Ну что, идет, тогда за работу. Ты неплохо справился для первого раза. Всего пара мелких ошибок. А как вам вообще представление? Публика, кажется, не все поняла. Но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Жаль только Максим пришел пьяный. Некоторые хотели вернуть деньги за билеты. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная. Ты учился где-нибудь в студии. У Сережи Бондорчука. Кайр Морхене, минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи. Не менял у нас моральный полюс. Просто северяне оказались ужасными варварами. Видал ты этих бедолаг, что с Гилина бежали? Так что нельфгардские фашисты на этом поне выглядят очень разумными ребятами. Честно, не ночью же его повезут. Утро дождемся, может. Талер. Дружище, а? Ну и в карты не играет. Стоит в таверне и в карты не играет. Мне нужна Риданская Желудевая. Прощай. У меня нет рецепта на отличный северный ветер. Блин. 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 Встала Дор-11. Давай без политоты, дружище. Политика омерзительная вещь. Броню из сериала не хочу включать. Потел, как видишь, селый тоже не обижен. Горняки поскодился. Разве что башкой за солнцем отслужил. А вот и братан Золтан. Я вижу, все готово. Броню из сериала включил. Мне понравилось. Перережем им путь. Хоть бы они целый отряд выздали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить. Согласен. Долбочистивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить Лютика. Это было бы слишком подозрительно. Менги исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице и приказывает освободить Лютика. Ну, может, ты и прав. Присцила? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Не продолжай, Золтан. Ох, сухо, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предами ей не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста. Я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит? Как мой Бобик. Чуть олени до нас докопались уже, замучили. Ладно, пусть остается. Ладно, пусть остается. Но при одном условии. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть дождать. Тогда сыграем в Гвинт. Ну, сыграем. Да, сыграем. Дом. 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 Пройдем. Дом. 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 Дальше, а Тибор Эгебрахт Он служил В дивизии Альба А Морвен Ворхес ей командовал Я правильно понимаю? Ничего такого этих эльфов вырезать Да Дальше Дальше Ну вот этого я не понял Это как работает У него не может быть колоди Двух из ангримов А ультиарна Это легендарная карта Опять комп тупит Он будет ходить первым Я его переиграю Он будет ходить первым Девушки отдыхают А карту никакую не дали Какая-то там тюремный фургон Да лютика охраняют Как королевскую особу Да нет, на эльфов я не заглядываюсь Трай три Геруль, конечно, такой Лютика Зараза Зараза, действительно Без бога никуда Отпечатки четкие Конь был тяжело нагружен Но он с грузом же не может уйти Спокойно, платва Это просто пчелы Пошла Следы копыт Помигрируем на север Там поменяем Черт Давай Чего тебе рванет? Все в порядке Проезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло Да Кажись, мелькало что-то такое Туда, налево отправился Только я бы голову на отсечение дал Что он бабу вез Потому как такой виск и вопли Бабу говоришь? Ха-ха-ха-ха-ха Но не далек от истины Какого хрена? Свернул с дороги? Да нет, отпечатки четкие Берутся конь захромал Конь пал Отрубить ему ноги в колено Я же даже не знаю, чего он ходит Эй, ты! Что тут творит? В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату И выставил нас за дверь Мы и пернуть не успели Был с ним другой мужчина, такой чернявый Ну, был Болтал безумолку Точно, Лютик Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Хм, вроде есть А что мне за карту дали по итогу, мужики? И где он? Вот же любопытный Обычный черный ход через тоннель Так, на случай неприятностей Мы туда чужих не пускаем И еще там есть Цыц! Не было карт, ведь? Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать? Так мы хотим от всех от вас избавиться Ну да ладно Вот тебе ключ Заходи сзади Через дверь погреба Спасибо Садись сюда Сюда, говорю И молчи Доспехи тяжелые Блядь И думал, что он будет высоко И что спасение Лютика закончится так позорно Ну рыбка Кстати, в легких доспехах я с такой высоты прыгал Вот почему дети надо использовать лестницы А какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Да не так уж и высоко Я пойду туда вместе с тобой У меня же нет выбора Правда? Ты ведь всяких штучек по дороге Чего они здесь все в краске? Могу тебе башку свернуть Чего они делают тут? А еще я знаю, что ты этого не делаешь За мой труп тебе не заплатят А за живого Как я и говорил Они картины рисуют Виконт Де Леттенхоф Де Лютик Геральт, обязательно надо Все испортить Как раз когда я разработал Как я рад тебя видеть Давно тебя не было в Новиграде А что? Пойдем поговорим снаружи Ох уж это чудо Лютик Присцила Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась Лютик, балабол ты наш Мы отправились за вами А то эта твоя девушка Всех так пилила Так пилила Жалко вы не видели Как мы уделали этого охотника Я хотел это сделать совсем иначе Но Геральт Лютик Я хочу тебе кое о чем спросить Это важно Поэтому сосредоточься Где Цири? Цири? Я думал Раз уж ты здесь А вы не встретились? Я не знаю где она Я знаю что ты пытался ей помочь Я одного не могу понять Зачем ты обратился к ублюдку младшему Никто другой просто не пришел на ум Будь у меня больше времени Я бы решил Как-нибудь иначе Но Цири говорила Что за ней гонится дикая охота В сравнении с этим Ублюдок казался мне совсем не опасным А что-то пошло не так Значит Ты уже обо всем слышал Я надеюсь ты не очень злишься Мой план казался замечательным Покуда мы не начали воплощать его в жизнь Откуда я мог знать Что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане А теперь я хочу знать Что случилось с Цири Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на храмовом острове Убегали от людей-ублюдка Ранена? Значит люди-ублюдки Ее все-таки зацепили Ну ты конечно лютик большой молодец По кругу гони Придется бросить коней Уже недалеко Это моя девушка Поплощай термородов За ними Стража! Стража! Лютик! А? 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 Си? Мне нравится как вот эти Зачем они держат арбалеты в гагста-силе? Зачем? Поднимай их на уровень глаз. Там нет таких прицельных приспособлений. Какое приключение. Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Балабол. Замечательная история, но хватит менять их по хвостушек. Пойдем, Золтон. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. Так у тебя только песни на уме? Твой эгоизм с возрастом только разрастается. Во-во. Это ты о чем? От Сирии. А почему я вообще должен за нее беспокоиться? Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться. Уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом? Ты забрал ее, ублюдка? Вот Сири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Ублюдка нет в живых. А-а-а. Так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль. Он заслужил такой конец, как и свое прозвище. А наш общий приятель Сиги Ройвин, его ты тоже навестил? У него все хорошо. Жаль. Он, наверное, на меня обозлился. Сири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? А она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Речь про эгонизм, про конечную фразу, про песни его и баллады. Про это речь. Они про его поведение с Цири. Лютик нарывается. У меня уже руки к мечу тянутся. Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще? Она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Кайр Морхену. Да, она по-прежнему живая и порывистая. Но она еще упрямая и молчалива. Как ты. Она снова ускользнула. Я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что, Скеллиге? Скеллиге. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну тогда я в следующей очереди. Идемте-ка обратно в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску Жаркова и мягкую кровать. Мы сто лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь. Давид проштрафился. Теперь вы можете сыграть дополнение Кровь и Вино. Эй, мы того, спасибо тебе сказать хотели. Так что вот, держи-ка подарочек. Портрет Иерарха. Как мило. Ой, на самом деле ничего особенного. У нас таких много. Только не говори, откуда он у тебя, ладно? Ладно, бывай. Неплохой портрет. Так, ну, я немножко в заданиях. Так, кабаре, вот. Идем-ка встретимся с Лютиком. Пообщаемся. Вот доски. Я так понимаю, у меня все доски обновились, да? Во званию Геральту из Ривии Герба-Мост. Это же речь идет о том, как Геральта наградила Мэва, королева Лирии и Ривии, за битву на мосту. Он стал рыцарем. Волею милостиво нами, правящей достопочтимой княгиней Анны Генриетты, прибыли мы в Королевство Севера, дабы представить тебе наше посольство. В княжестве Туссент появилось чудовище страшное, бестия и называемое, кое совершило множество ужасных преступлений против подданных достопочтимой княгине. Лишь славнейший среди ведьмаков сможет уничтожить бестию. А потому просим тебя смиренно, дабы соизволил ты явиться в деревню Дебря, где ожидаем мы тебя полной надежды, что соизволишь ты нас выслушать и вырвешь отчизну нашу из когтей страха. Покорные слуги Пальмерин де Лонфаль и Мильтон де Пейрак Пейран. А, все, нету больше. Они тут, да, тусят? Но нам туда пока не надо. Идем к Лютику. А, слушай, может теперь Тайлер с нами поговорит? Кто-то говорил, что Тайлер с нами поговорит, если мы освободим Лютика. Не, ни хера. Ну? Я, сука, уже е... Оршивы! Ничего она не колдовала. Даю слово. Слово эльфа стоит меньше, чем людское говно. Согласен. Дебю, ты хер поспоришь. Это же ромашка и зверобой. Она их заваривала. Я слышал когда-нибудь легенды с белым блоком. Все-таки варенье. Нет, если бы старик был такой говнош. А для кого вы будете готовить кострюме? Сам училища убил, и накраду заблуду. Перегибают, перегибают явно. Борща, мужчина. Обязательно должно быть так. Ты будешь открыли, что выделить, на меня. Эй, это наследство. Не я его выбирал. О, хажи, что ты с ним будешь делать. О, хажи, что ты с ним будешь делать. В чем дело-то? Она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и брюнчала. Ты представляешь? Назвала меня брюнчалой. Обидно. Мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты ей не возмущайся, а лучше докажи ей, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабарей. И это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги. Так что, если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Кимой, может поможешь ставку приятеля? Возьми заем в банке Вивальди. Может банк Вивальди даст тебе заем? Я бы мог за тебя поручиться. Забавно, что ты об этом вспомнил. Я был у Вивальди, но он мне сказал, что ведьмаки негодятся. Иди в микрофинансы, блин. Велик риск преждевременной кончины. У меня есть идея получше. Я когда-то встречался с одной девушкой с холастикой. Ее отец купец, возит пряности из зерека. И ни в чем доченьки не отказывают. Вот у нее мы и займем. Кажется, припоминаю. Это не та, которую ты бросил, не сказав ни слова. Выскочил за вином и не вернулся. Так вот, зачем я купил ту бутылку. Это было уже довольно давно. Именно. Да и я немного изменился. И поэтому мне так нужна сила твоего авторитета. Ладно, говори в чем дело, а то я чувствую, что у тебя уже готов целый план. Да, после нашего внезапного расставания схоластик на меня, наверное, туется. Но, думаю, если ты ей немного поможешь, она меня простит. А потом нас взаймы. Охеренный план. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизитерской мадам Ирэн. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома схоластик. В чем твоя-то роль? Предположим, я соглашусь и схожу к мадам Ирэн. А ты что будешь делать? Мне надо еще кое-что закончить. Но обещаю управиться до тех пор, как ты вернешься с мечом. Тогда я тебе все расскажу. Допустим, но... В этом плане нет никаких «но». Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми и шутку. Лучку не доверяю. И как стемнеет, увидимся у дома схоластики. Чач, я не доверяю Лучку. В прошлый раз мне подарочек оставил. Что он опять задумал? Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай. Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне, как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена, значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральд, хорошо, что ты здесь. Я бы дай их вместе напрягся. У нас проблемы? У нас какие-то проблемы? Нет. Я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться. Правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое? Герцог, ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. Герцог, граф. Заклоны. Эх, вот это я, сука, попал. Как пять крон в говно. Что это за типы? Этот, надутый как рыбий пузырь, герцог. Говорят, собрался стать новым ублюдком младшим. Только ему для этого много чего не хватает. Денег, влияние, людей, класса, да всего. А тут второй. Граф, сволочь каких мало. У меня волосы на жопе шевелятся, как я его вижу. В Махакамской шахте мы таких впереди бригады со связкой Барбарита посылали из подтекающей лампы. Нормальный план. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли мне Геральт, мой старый друг? Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться Гвинтом. Хороший план. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только трех карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну так как, Геральт? Ну ладно, помогу, это интересное задание. Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Присыл, кстати, стоит. Уходили и Виго, и Зенгрима, и Яна Натальца. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже бестол. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать. Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у южной стены. И спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, Золтан. Золтан Золтан, хер моржовый. А что ты меня втягиваешь? Мы живем в материальном мире. А? Эй, ты чё? Чтоб у тебя от Чирии повылезли? Ммм. Ну, не заварил. Ты кашел в этом самом. Что-нибудь случилось? Только не это. Только не это. Вали отсюда. А то они и без матери останутся. Закрыто, но похоже, что зад там. И, кажется, у него неприятности. Может, найдется другой вход? Ммм. 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 Сейчас не левгардский спецназ обрушится кому-то на голову. Только не это. Отважные ребята и страхи уже пришли на рейс. Это должна быть зет. И где карты, черт подери? О, господи. Опять началось. О, господи. Опять началось. Конец Нашел? Нет. А где этот учетную книгу держит, так и не вытянули. Герцог нас порвет. Но я попробовал. Слишком крепко ты его прижал Что поделаешь Ну хоть карта из ингрима у нас Добрый день О сука Ну ринка, теперь твой черед Взять его Почему масло-то спадает? В этот раз с Вигмаком дрался Песен грим Фаэль Тиарна из колоды белок Интересно, сколько же эта карта стоит? Пожалуй, стоит поискать учетную книгу Тут, похоже, именно тех, кому зад продавал карты Цезарь Бильден Равик Здесь только Фрингилья Виго А где Ян Наталис? Не хватает Яна Посмотрим, что золото он скажет Золтан Да Партию в Гвинт Никогда не откажусь Когда понял, что на севере ебанутые все Край 23 23 Уж лучше Нилька, чем эти дебилы Думаю, было бы Симиро убрать с деки Нахер не нужно Взлет Уж лучше Крым Уж лучше Уж лучше Уж лучше Не так Уж лучше Бус Уж лучше но люди в колоде севера нахер не нужен тоже по факту первый ряд почти не играет хотя можно спорника но ты из ингрим фаульти арно лично мастер чего глупый эльфа тварь себя странно ведет мне это не нравится а он из-за этого что себя так странно вел конец давай поднимай шпиона я уже думал у него их нету попал бы попал всем мастер не лютик плохо идет в колоду на самом деле начинают собирать и и и и и что он все эльку тварь слилась что-то слабенький любительская подправить колоду чтобы мне за тебя стыдно не было попробую потрясти дружка твоего роше он говорил у него хорошие карты похоже дочь собирается подождите к кстати присылал видимо видимо чувствует под дождем у меня нет сил гераль может хоть пиво урезу нет желючик он идиот идем краше за картой я чуть не глянул какую карту мне дал какую карту мне золото дал у них в новиграде правда такая геральт и зрели бесполезно и злоро и ты играешь в гвинт хорошо да только здесь не с кем а у тебя есть колода доставай удачи удачи Продолжение следует... Ох, слабовато. Раз же слабовато. Продолжение следует... У меня не выиграет никак. Дикстер. Продолжение следует... У меня по трем линиям будут рога стоять. От лютика, польтоста и тот, который я разыграл. Преимущество по картам такое, что ловить нашему драгону оппоненту нечего. Жду вторую баллисту. Ну извините, катапульту, катапульту, не баллисту, катапульту. Лучше третий есть, кто знает. Не спеши. Нет, третий не было. Ну тогда попущем, че. Что, набрав там минимум сколько-то очков. Но Ламберт уехал. Но Ламберт уехал. Кстати, из наших знакомых еще Таллер страстный игрок. И колода у него интересная. Он сейчас где-то в этих краях ошивается. Попробуй с ним сыграть. Вот только Ламберт уехал. Сейн Сентис. Нахрен они мне эльфа-тварей-то суют. Господи. Ладно, отправимся к Таллеру. Была у меня какая-то другая. Скажу, че это за ачивка. 187 надо было силы. Больше 187. А у меня была такая, похоже. Гвинтмастер. Он была у меня какая-то такая. Что зэ, короче. Мазь мурлычет. Не жарко в такой куртке-то. Правду говорят, что ты любишь играть в карты. Я вообще люблю играть. В кости, в карты, в шахматы. Игра меня расслабляет. Ты от нечего делать, спрашиваешь? Или хочешь поиграть? Играем. Хочу поиграть. Только помни, меня хорошие карты интересуют, а не всякий мусор. Так себе начало. Тайлер играет за эльфа. Геральт. Неплохо. Тайлер играет за эльфа. Даже Трис Мэри Гольт разыграл. Ты погляди-ка. Макси пытается геймпад грызть. Жопа хвостатая. Это очень интересно. Семьдесят. Малави. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Италия Рано ей кушать, Мася Я бы и без шпиона заточил, у меня двореса Без вариантов Нам по-быстрому его сделаем Не буду бэмить И унижать старичка Слабая колода Шпион дает две карты Геральт из Ривии Это хорошая карта Это правда хорошая карта Субтитры сделал DimaTorzok 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 Жалко, что квест с Ламбертом я уже сделал. Ладно, тогда займемся дальше квестом Золтана. Отлично. Счастье настанет сегодня. Золтан? Да! Насчет карт. Они у тебя? У меня есть карта с Изенгримом. Ну-ка, покажи. А говорят, все эльфы прекрасны. И много Зед с тебя содрал? Зед мертв. Я встретился с его убийцами. Ну, плакать я по нему не стану. Что с остальными картами? Других карт я пока не нашел. Продал их, должно быть, сукин сын. У меня есть учетная книга Зеда. Пока ж. Выходит, карты купили Цезарь Бильзен, и Равик. Но могло быть и хуже. Нужно нанести им визит. Чему отсылочка, я не понял. Кто такой этот Цезарь Бильзен? Зед был персонаж в Лиге Легенд. Был порядочный мужик, а теперь стал такой важный, что с ним даже выпить не выйдет. О рыбалке я уже и не говорю. О рыбалке? Мы познакомились в рыболовном клубе, в карасе Понтера. Только теперь Цезарь туда и не заглядывает. Так вошел в роль, что и из дому почти не выходит. По крайней мере, за ним не придется бегать по городу. Равик. Это еще кто такой? Да обычный шулер и мошенник. Прямо диву даюсь, откуда у него деньги на карту Наталиса. С тех пор, как я начистил ему рыло, отношения между нами скорее прохладные. Так что тебе придется навестить его самому. Попробую достать эти твои карты, раз для тебя это так важно. Спасибо. К Цезарю можно вместе сходить. Встретимся у его дома. Это самый оляпистый каменный дом на площади Иерарха. У него фасад золотом выкрашен. А если хочешь сначала побеседовать с Равиком, попробуй заглянуть в золотой осетр. Добро. До свидания. С Равиком не царскойся. У такого над ухом гаркнешь, так он обосрется. На удачи, Геральт. Значит, с Равиком сначала поговорить стоит. Ты слышал когда-нибудь легенды о Белом Волге. Прошу... Что у... Так... Переступить. Киноварь... Он даже не обманжен. Лес Марибора. Крушина и Ребез. Ну, это я, честно, и сделаю. Будь здоров. Потом нужно... На этой стороне фонтера лучшего товара не сыщешь. Да пусть уж приходит, раз так надо. Хочет черный, хочет ротовин. Ох! Где там Рафик? Рафик, походу, унизу. Ну вот, пожалуйста. Тот самый вшивый мутант. Будь добр, составь нам компанию. Равику будет приятно. Посмотри, как он обрадовался при виде тебя. Ты же радуешься, Равик? А-а-а-а! Он обрадуется еще больше, если ты перестанешь колоть его кинжалом с пиромом. Ах, ты говоришь так, потому что не знаешь все истории. Дело в том, что наш общий приятель Равик как раз собрался сыграть на собственную жизнь. И... А-а-а! У вас уже есть карта, чего вам еще надо? Если бы ты отдал ее сразу, нас бы тут уже не было. Но ты попытался нас обмануть. И так как все пальцы у тебя уже переломаны, мутанту, пожалуй, придется сыграть за тебя. Согласен? Вот видишь, Равик согласен. Ну и чтобы добавить игре остроты, поднимем ставку. Жизнь Равика и карта Наталиса. Ну как? Согласен. Согласен. А мне казалось, ты совсем тупой. Я даже понятия не имею, как он надеется выиграть у меня. Это ж, блин, время, да? Что за карта с второй силы? Что за ужас? Вот, нельфгардские шпионы мне очень нужны. Ватье де Ридо. Вот он-то мне и нужен. Колоду очень нужен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Андреев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ А.КУНКИНОТ Что за вакуарий? Не знаю никаких вакуарий Что за залуп он играет, я не пойму Даже не смешно Я опережаю его на 2 карты Я сейчас получу еще одну Разница в 3 карты Он отыгрался Челленджа в Гвинти к съжаление нет Я сейчас беру Я не программу Я сейчас беру Я просто беру Я буду вакуарий Субтитры Я буду вакуарий Я събал Я здесь Матер Сейчас мы вакуарий Все Ни о чем. Ты так не радуйся и не вырывайся, а то поранишься еще. Че, мазик-то, че, не так? Ну и что, сейчас сыграем еще во что-нибудь. Кидалово. Ты уже покойник. А понтов было. Че, мазик и то дольше держал, пока руку не потерял. Спасибо. Не знаю, чем тебя отблагодарить. Карты с Наталишем будет достаточно. А, да. Может, выберешь какую-нибудь другую? У меня есть много чего интересного. Нет. Я тороплюсь. Карта с Наталисом. Разумеется. Пожалуйста. Ты о чем Слим дается? Вон, че. У кого? Ну, север теперь. Не знаю, почему вы говорите, что Нилька самый имбовый. По-моему, север точно не слабее. На хер столько требушетов тут не было. У мифов просто мусора очень много откровенного. Бодик! Пригрел бы я какую-нибудь бутылочку. Эй. Что принести? Покажи мне свои там... Будь здоров. Ну вот, и снова то, что ли. Не раз приказываю, вставайте неправильно. Не надо ли тебе чего, мастер? А, вот и ты. Как всё прошло с Равиком? Карта с Наталисом у меня. Ну вот и ладушки. Сейчас только обнесём Цезаря Бильзона и домой. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнёшь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. А мы не можем просто выкупить у него карту? Будь у меня хоть немного свободных наличных, я бы давно съехал в повис. Впрочем, Цезарь в жизни не продаст карту Фрингильи. Но ты не волнуйся, он в накладе не останется. Есть у меня для него бутылочка махакамского спирта. Спиртной дух отечества для эмигранта значит всё-таки больше, чем какая-то говёная карта. Ты, кажется, говорил, что Цезарь не пьёт. Я говорил, что с ним не просто выпить, потому что он редко выходит. А значит, он сразу накушается до изумления. Три стопки и ты сможешь всю его коллекцию вынести, распевая при этом про трёх девиц из Викуара. Ну, кстати, уже распевали эту песенку в Аксимфурте. Что это за коллекция? Ха, никто не знает. Ты первым её увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про всё расскажешь. Ну, пойдём. Живой? Цезарь Бильзер! Ещё помнишь спор о том, кто король Понтера? Король Понтера-щука? Ну вот, видишь, а я пришёл тебя убеждать, что сом. И притом не с пустыми руками. А это кто? Это? Это Геральт. А Геральт рыбу ловит? Конечно. Да, в прошлый раз я поймал на червя такого опыня. Хороший вопрос. Ну да. А? На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюёт, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна-кварнет. Вот я в прошлом разом взял свежего тимьянчику. И на вкус было как тимьянчик с говном. Ха-ха-ха. Саид. Взял я прошлым разом? Геральт, а ты что с хамом зутом нажрался? Как по-твоему судачок на вкус? В прошлым разом не говорят. В прошлым разом не говорят. Кого ты ко мне привёл, Кивай? Какого-то долбаного чистоплюля? А ты слышал, Бильзон, что Виба Батильда недавно молодую щуку на горох поймал? Да брешет, как всегда. Пантерские щуки не такие дурные, чтоб на его тухлый горох не даться. Они только на живца берут. Или на червя, но не особо. Я вот как-то выкопал такого жирного, красивого, что сам их сожрал. Ну, не знаю. Геральт, а вот вы там, в Каэр Морхене, на что ловите? На живца. Ну, вот видишь, Кивай, из него ещё выйдет добрый удичь. Всего лет через 50-60. Хе-хе. Поживём, увидим. Геральт, метнись, принеси ещё бутылочку. Через минуту. Живо? Ты что, забыл, зачем мы сюда пришли? Как тут наберёшься с одной бутылки? Ладно, иду. Чё он докопался? Нормально разговаривали. Краснолюды. Ну, так когда пойдём сама-то вместе ловить? Я с тобой больше ловить не буду. Помню, что было в последний раз. М-м-м. Этот у нас, вроде бы, прикреплён к столешнице. Ящик открыт. М-м-м. Ох. Преугольное отверстие в стене. Интересно. Унесём сейчас. Хм. Подходит. Потайная дверь за книжным шкафом. Классенькая. А ведь бухать нас пригласил товарищ. Пьём за его денюжки. А мы его ещё и грабим. Как-то нехорошо. Бенжал Ватье Доридо. О. Ватье Доридо. Сервиз. Это тот самый спион Нильфлярдский. Походу, этот краснолюд большой фанат Нильфов. Верёвка, на которой был повешен Стефан Скеллен. Фрингилья Милла. А вот и Фрингилья. Ожерелье Асире Варанабит. Интересно, настоящая репа Ахима? Ахима Деветта. Врачноватая коллекция. Полный доспех седьмой до ирландской бригады. В идеальном состоянии. Да, мне ботиночки с него. Пригодились и штаны. Портрет императора Ингера. Темпера, дерево. Довольно подхалимский, я бы сказал. Ну, вы большой фанат Нильфгардцев. Катулетка. Человек. Его не вырезали, но создали с помощью магии. Жаль, нельзя расспросить об этом Трис. Трис. Спасибо, Вокс. Только Трис я уже отправил. С магами, черт подери. Кавир. И, видимо... Видимо, уже не получится. Золото. Пора собираться. Ммм, ага. Поздно уже. Погоди, ты ж бутылку собирался принести. Вы уже уходите? Привет, Бильзон. У нас для тебя новости от шефа. Новости? Какие новости? Мастер Тесак очень недоволен. Минуточку. Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню. Поздно. Взять его. Вы двое проваливаете отсюда. Не, ну подставите его еще после того, как обокрали. Оставьте его в покое. За голову ведьмака Тесаку придется платить отдельно. Ну, вперед. Не торчать же нам тут целый день. Ссоря. 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 ád. Ора. Славные ливы. Эй. Да. Ора. Не, я вроде все обыскал. придется мне с тесаком еще объясняться лучше в письме верно пойду собирать вещи на удачи бывай эх доброе у тебя сердце гер однако неплохо ты уделал последнего аж пусть и нам брызну взглянул я на коллекцию цезаря и что ничего удивительного что он ее не афишировал нильфгардские доспехи портрет им грира черепахи мадевета кинжал в отеды ридо веревка на которой повесили скеллина ну и ну ну и мерзость а я ему руку подавал а ты веревку случаем не прихватил кое-кто же нее прилично бы заплатил некоторых такие вещи вот он ушлый нет нет так нет жалко еще я нашел статуэтку нильфгардского солдата она магическая но что на ней за чары я не знаю три с ней разберется рис уже нет в городе на 30 уже нет в городе и все все карту на что теперь теперь мы загребем за них кучу денег пойдем можно и к себе оставлю ниже карты не заберут надо побыстрее заканчивать с этим обменом опасаешься что клиент передумает скорее уж я у меня тут было столько желающих на эти карты что я их перебирал как красотка ухажеру а клиент он кто такой приятель приятель я мало о нем знаю на этом кто-то вроде герцога ты меня знаешь где у меня никому предупреждения недели в него напомню сильная карта на самом деле на ангелом слабо куда все очисти ну жду не дождусь ну наконец то труп уже остыть успел это что еще такое твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет примерно в такой последовательности а теперь попрошу карты надеюсь раздобыть их было не слишком трудно попробуй забрать узнаешь один я не такой глупый как граф ты наверное это уже понял за работу краснолюда попробуйте взять живьем мне с ним потолковать надо сейчас сделаем это манда убегает с моими деньгами сука сука с нашими деньгами догони ублюдка а я займусь остальными не лезьте его подверь ну чтож вечно не такие агрессивные где лес то что ничего не понимаю не уйдешь не трать зря силы венам сматывается ушлыхер ну это он вниз пошел хрена башни этажей блин ну конечно ну и секунду блин не сомневаться ну и секунду блин не сомневаться ну и ну и ну и а и и и Оставь меня, долбанный утоп! Тут бы пригодился ведьмак. Очень смешно. Если я отдам тебе деньги, ты оставишь меня в покое? Это вряд ли. Нет, я хочу убедиться, что это наша последняя встреча. И что? Догнал? Деньги у тебя? Да. А что с герцогом? Ты его прикончил? Да. И очень хорошо. Не, он 30-го. Ну, Геральт, ты что предпочитаешь? Деньги или карты? Без тебя я бы не справился. Так что ты выбирай. Ну, две карты неплохие. Если хочешь поличные, не вопрос. Я за час найду другого покупателя. Карты. Я бы, пожалуй, взял карты. И очень хорошо. Тогда я сразу могу идти с деньгами к королю нищих. Вот он, девица. Удачи. Спасибо, Геральт. И помни, Сом – король Понтера. Окей, окей. В том-то ксом. что-то не хватает в бафах, что не пойму ну, белок, кстати, может тоже колоду нормально уже собрать нет, это мы тоже не можем сделать остался квест Кабаре остался чатик квест Лютика как говорится, бар должен быть пешим, а ведь марш ловчий да, делал ох весь план придумал Лютик, а значит точно будет какое-то говно нелепое да, как может быть иначе, если замешан Лютик ну и заварил ты кашу в этом самом Лук Муине а когда ты последний раз мыл голову вау, наконец-то послушай, план такой схоластика обожает авантюрные романы если я спасу ее от разбойника, то стану ее красотой героем ну вот они тупые идеи она будет буквально есть у меня с рук и наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег ты собрался сделать из меня этого разбойника? ты все схватываешь на лету ты серьезно? это и есть твой гениальный план? я никогда не говорил, что он гениальный, но лучше хоть какой-то план, чем никакого я уже написал твои реплики что ты написал? ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия вот и маска, надень ее, чтобы схоластик тебя случайно не узнала но... нет времени объяснять схоластика идет действуем по плану утром встретимся в шалфее о господи баба страшная не с места что? что происходит? спасите! ах дрожи драковица ты во власти принца воров господи не так быстро брось меч, мерзавец это твой единственный последний шанс лютик? да, это я хотя подонки этого города называют меня... о господи нет только не пурпурный мститель молчи, каналья или пожалеешь, что родился на свет пурпурный лютик он лучше чем я думал иди иди сюда давай лютик то есть пурпурный мститель о нет пурпурный мститель снова торжествует мой герой я ему поддался ты не ранен? он меня задел ах очередной шрам в моей коллекции пойдем ко мне я тебя перевяжу убирайся отсюда мерзкий бандюга или пурпурный мститель пересчитает тебе кости господи такой он лютик я так и знал какая херня будет ну давайте выпьем а ну где мой шлем ведьмак это звучит гордо что за самоубийцы А у меня еще есть бутафоски у меня расшильёнка здесь конечно душевная где нахер зачем ей пурпурный мститель со мной уже разобрался все-таки не современном обществе так что номера на плотве перебивать не надо мне никогда ничего дала бы я тебе скидку за эти твои геройские подвиги где лютик где-то хламон я должна отдохнуть они староваты для любви лапы прочь черные предания какая-то ошибка пришли слишком рано вот мы и приехали материал привезли рабочая сила рвется в дело так и видно выбрать декор и мы начнем уже наконец но люди куда же не из чего вам заплатить кажется уже есть еще или скоро будет во всяком случае он над этим работает ну все путем решайте уже наконец в каком стиле желаете иметь интерьер а еще выбирает мастер люди говорил что думает между стилем будуара и театральными декорациями но к нашему приходу непременно решили уже здесь решение как не было так и нет и госпожа еще в таком удивлении что должна что-то выбирать хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался для меня покрыть не для меня же решайте уж наконец а то меня сейчас кондрать и хватит не знаю что больше понравится лютику герой ты знаешь его дольше скажи что-нибудь да господи шлюхи ему нравится и тупые бабы но оба сценические артисты баррель тоже театр так что пусть интерьер об этом напоминает вот и ладненько наконец-то ребята кончай перекур за работу да вижу с этим кабаре все серьезно с тех пор как он получил это место он только и говорил о кабаре но я даже не думала что он перейдет от слов к делу тем более так быстро может теперь он даже остепениться в конце концов ему придется приглядывать за делами вот это было бы зрелище вопреки тому что о нем говорят у лютика очень рациональный подход к жизни да ладно мы говорим об одном и том же лютики он же за одну ночь может просадить состояние половину новиграда но при этом он ответственный он всегда платит вовремя всем кто здесь работает ни разу не завалил ни одного выступления хорошо бы чтобы ваши премьеры он тоже не завалил а то его все еще нет он говорил что раздобудет денег забежит к поле нашему хореографу а то она в прошлый раз не пришла на репетицию надеюсь он не вляпался в очередные неприятности с ним все возможно скажу его поищу жду сюда до доспехов моих докопались обычный нельфгардский доспех да ладно хватит с меня слава им гыру что-нибудь случилось да не я соблюсь присыл не знал что выбрать поэтому пришлось вступить в дело ведьмаку что закрыть и поле ссориться со своим женихом придурком в этом городе только она разбирается в хореографии а этот баран не позволяет ей на меня работать ради а что ты тут давай его изобьем а потом были встретиться в шахмин поле мы примерно так сделали в первой части только там избили отца деваться я пошел узнать что с тобой она волновалась из-за меня для нее в отличие от тебя не слишком превратить обратно ты не слышишь что там творится надо помочь поле и и почему красивые женщины всегда связываются с такими как действительно лютик понятия не имею отойди я выбью дверь походи может не будем сразу разносить ее дом где-то здесь у нее был запасной ключ откуда ты знаешь откуда ты знаешь где у нее запасной ключ мы ведь не вчера начали вместе работать еще до того как поле сошлась и частенько ее навещал господи я торчал здесь когда присыл и репетировала с полем шалке и розмарине девушки работали над танцевальными номерами а я да 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 сочинял музыку то есть поле это не одна из твоих я не смешиваю личную жизнь вот хоть кто-нибудь ему верили стиле присыла как ты мне только что сообщил волнуется так что хватит болтать и давай искать ключ ладно давай искать не говоря а он похоже я нашел нашел что-нибудь тут его нет чертов и лютик что я опять ввязался вот и ключ привет клайзар какого дьявола убирайтесь из моего дома сменит он и оставь эту женщину в покое это моя невеста но не твоя собственность я люблю тебя и не позволю чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе минуточку минуточку вижу тут произошло ужасное недоразумение я вам сейчас мигом все объясню засуйте в жопу свои объяснения понял убирайте отсюда или эти рожа расквашу ну ладно мой друг вежливо просит так что сделай мне одолжение и выслушай его или мы поговорим по-другому ну ладно говори хуби верно поле много тебе рассказывала она говорила что-то эрудит что ты всегда открыт к новым идеям а похож он на эрудита так говорила ну правда я человек открытый но моя открытость заканчивается там где нормально и как так вот по борделям убирайтесь отсюда оба поле никуда с вами не пойдет дай ему закончить речь вообще не про бордель видишь ли приятель геральт верно говорит то что лежит на столе это старый план старый очень еще с тех времен когда владельцем заведения был другой человек я бы никогда не допустил чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства мне репутация не позволяет так что ты вообще тогда за дело твоя невеста классная артистка и я хочу чтобы она занималась делом достойным ее таланта она будет хореографом а это означает процент от каждого представления которые я стал за счет деньги слава и никакого не виляния попой вот тебе мою слов ну раз деньги я знала что ты согласишься бардель ибо она заработала больше до встречи в шалфе и поле ну я побежала я тебя да по выкрутить хух я думал что будет хуже неплохо ты все устроил когда ты назвал его эрудитом он окончательно обалдел самое важное в переговорах быстро найти чувствительное место оппонента и нужным образом на него надавить ну что возвращаемся мне нужно еще заскочить к латарку я давно заказал ему новые плакаты а у хуби все равно была старая версия сейчас кому-то придется долго объяснятся так я схожу к художнику а ты возвращайся в шалфей кто присыла нам или мешаю правда сходишь еще минута я передумаю говори где он живет в портовом квартале я скоро вернусь о господи идем за афишами надеюсь хоть кабаре покажут я никогда не видел это не кастрюли это боевой тактический шлем видел тут где-нибудь Да еще некоего Латрака. Не ты один. Этот сучи низушек в долгах у половины города. А я как раз собираюсь получить свое. На всех тут не хватит, так что убирайся отсюда. Кто успел, тот и съел. Да бери что хочешь, я пришел только за плакатами. Ты не слышал, что я сказал? Здесь все теперь мое. Вали отсюда, чудила. А вот это хамство. Я думал, мы разберемся спокойно. Хватит болтать, к бою. Уважение, я же вырос. Блин, мне тяжело так драться. Ну охуеть, он просто его не видит. Не знаю, сколько Латрак тебе должен, но все в этом доме принадлежит мне. Блять. Если хочешь с него что-нибудь стрясти, он просаживает сейчас последние деньги на скачках у Вигельбутов. А теперь уматывай отсюда. Ну, ковел, блин. Не трогай меня. Жаждешь спорезить, наймите маха. Черт, хлютис. Да там драться невозможно, блин. Узкое место-то. Ни хрена не видно, когда они рукой замах делают. Да и почему я знаки не мог использовать? Да пусть уж приходят. Нас так надо. Наибой-то был несерьезный. На мечах бы от них ничего не осталось. Молты, гляди. Гляди. Спать, спать, спать. Здравствуй, бродяга. Служу вечному огню. Ведь в ад, его нужно сжечь. Это он. Счастье настанет сегодня. Чемпион один на один в боях. А не в пьяной по ножовщине. В сортире, блин. С выключенным светом. Латрек, твой долг вырос уже до небес. Но ведь ты... Ты Латрек? Генрих Латрек. Художник, банкрот и жертва искусства. К твоим услугам. Меня прислал Лютик. А, да. Скажи ему, что его плакаты сейчас в безопасности, в тайнике. Но сходить за ними я не могу. Мой дом захватили бешеные кредиторы. И раз одного из них я даже встретил. Ну вот, видишь. А вдобавок граф Де Лувертен дал мне шанс отыграться. И хочет со мной поспорить на все мои долги. Не у каждого хватит денег на такой благородный жест. А у Де Лувертена-то хватит. Это младший сын герцога Сальма. А его семья торгует драгоценными каменьями. Одним долгом больше, одним меньше. Для него разницы нет. Ты чего-то огорчаешься. У тебя есть шанс одной ставкой расплатиться за всеми долгами. Последнее время у меня черная полоса. Если я соглашусь на предложение Де Лувертена и проиграю, то до конца жизни буду к нему привязан. Ладно, Хрис. Сделаем так. Я буду участвовать в скачках. Ты на меня поставишь, отыграешься, выплатишь долги и отдашь мне плакаты. Ты что, такой хороший наездник? Не худший. Иди скажи графу, что принимаешь его предложение. Если б можно было бежать куда-нибудь из этого города. Пошла. Да ладно, я поддался двум несчастным гопникам. Чего вы представили? Не всех же людей убивать. Да и вы представьте, что с ними было бы, если бы Геральт дал им по щам латной перчаткой. Нет, просто пожалел дураков. Легчайшая победа. Спасибо. У нее рога росли и ноги мохнатые были. Могу я спросить, откуда такая щедрость? Рога растут у демонов из башки. Я люблю делать что-то хорошее. Ну так что, теперь можем идти за плакатами? Я принесу их в шалфей розмарин, как только все утрясу. Договорились, до встречи. Это, блин, не драконы, не низушек. Или еще какая херня. Это, блядь, демон. Суккуб это демон. А демонов мы убиваем. Че ты с Гулей-то поговорить не пытаешься? Тем более, ее вина была доказана. Давай так, по факту. Простой вопрос. Суккуб монстр или нет? Да, нет. Хамелеон. Простой вопрос. Суккуб монстр или нет? Конечно, конечно. Я уже говорила, это грустно. Меланхолическое произведение. В минорной тональности. Ну вот, вижу, бригада без дела не сидела. Монстр. Пышло и правда неплохо. Мне тоже нравится. Особенно оформление стен. Суккуб и не раса. Ты принес плакаты? Латрик сказал, что сам их занесет. Отлично. Это будет лучшая реклама для Хамелеона. Что с хореографией? Вы приготовили что-то особенное к открытию? Скорее, не мы, а Оль. Она просто сокровище. Прибежала сразу, построила девушек. Уху. После премьеры публика на коленях будет рыдать от восторга. Я уверен. Вот. Ведьмаке. Суккуб. Это демон. Демон убивает людей. Я убиваю демона. Все. Отстаньте. Шалфей и розмарин совсем неплохо, но это напоминало ресторацию с темерской кухней и с официантками в народных костюмах. Хамелеон больше подходит к Абаре, ну и явно намекает на то, что характер самого места изменился. Потом Хамелеон и звучит как-то лучше. Те, у кого рога растут и ноги мохнатые. И у кого в описании написано демон. Ну давай отметь. Почему нет? Вот это я понимаю. Мастер говорил, что ты разговаривал с Кусцилой. Разговаривал. Рогов не хватает хитом. Говорила что-нибудь обо мне? После разговора с ней я сделал вывод, что она не вполне нормальна. Что? Что ты ответственный и твердо стоишь на земле. Ты меня разыгрываешь? На этот раз нет. Мне интересно одно. Как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики? Ну, было нелегко. Ее так раззадорило это наше представление, что мне четыре часа пришлось читать ей плачешь пап. То есть вы не... Да ты с ума что ли сошел? За кого ты меня принимаешь? Вообще-то я знаю, за кого тебя принимаю. Она тяжело ранена. Кто-то на нее напал и ранил. Ее забрали... Какого хрена? ...в госпиталь Вильмерия. Напал? Ранил? Я иду. Геральт! Сходишь со мной, пожалуйста. Конечно, пойдем. Какого хрена? Боги. Присцела. Она же... Она же будет жить. Наверняка. Состояние тяжелое. Но стабильное. Простите, вы ее родственник? Родственник? Нет. Друг. Очень близкий друг. Лютик, верно? Она звала вас, когда приходила в себя. Иохим фон Грац. Начальник хирургического отделения. До недавнего времени лектор Оксенфордской академии. Хватит этикета. Что с ней, кроме глаза? Сотрясение мозга. Отек. Надрез на горле. Внутренние ожоги в области глотки и пищевода. Ее напоили какой-то кислотой. Кира себе. Я так полагаю, петь она больше не будет. То есть это было не ограбление? Нет. Скорее, это дело рук безумца. Причем не первое. Откуда такая уверенность? Я уже видел подобные раны. Они весьма примечательны. Собственно, даже на этой неделе в мертвецкое оказалось тело с аналогичными повреждениями. Да, Присцилла больше нам не споет. В вырванном сердце. То есть Присцилла тоже могла... Этим кто-то занимается? Это Навиград. Здесь на кострах горят только невиновные. Ага. Геральт, я знаю, что у меня перед тобой 100 неоплаченных долгов, что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год, но я обязан тебя об этом попросить. Найди ублюдка, который с ней это сделал. Найди и убей. Тебе не придется меня уговаривать. Пойдем подумаем, что делать дальше, потому что... Я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущей жертвы, о котором я упоминал. Вскрытие еще не было. Но его результаты... Как же мы не берем заказы на людей? Чему вы удивляетесь, господа? Как врач я знаю, насколько важна профилактика. Вместо того, чтобы ждать новых жертв этого психопата, я бы предпочел его удалить. Как опухоль. На самом деле, здесь куча интересных квестов. Я думал, я на Фскельге поплываю еще вчера, а тут, блин, куча квестов прикольных. Думаешь, меня пустят в мертвецкую? Через главный вход? Наверное, дыманил эти квесты, вспомнил. Но туда можно пройти каналами. И часто вы туда спускаетесь, уважаемый доктор? Настолько, насколько этого требуют профилактические действия. Я вижу, ты практикуешь интересные методы лечения. Довольно агрессивные, я бы сказал. Поговорим об этом по дороге. Вы готовы? Ну, круто. Идем. Да, готов и заинтригован. Я достану его лютик. Будь это хоть самый иерархимельфарт. Спасибо. Идите вперед. Я-то думал, будет крутой. Какую профилактику ты проводишь в каналах? А вы подумайте. Я думал, будет какой-то крутой, честно говоря, номер. В кабаре уже приготовился сидеть и хлопать. А тут вон оно как все повернулось. Вместо того, чтобы сшивать очередных жертв утопцев, не проще ли решить проблему еще в зародыше? Я пробовал... Слышите? Уже давно слышу. Готовь оружие. Это утопцы. Ах, ты мерзавец! Я не хотел полутать. Скажи, что умеешь. Доктор, куда же вы лезете раньше батьки? В пекло. Запомни, чатик. Нильфгаард это порядок. Давай. Ты ссыла. Какой прогноз? Ты говори прямо, без намеков. Раны затянутся, но... Что будет с голосом, я не знаю. Вы, наверное, понимаете, что для Трубадура это страшный удар. Такой, от которого можно потерять волю к жизни. Ты можешь как-то на это повлиять? На это может повлиять только ваш друг, Лютик. Равч Finnish,香港, вы 코로ан. Д vole какой-лиили прямовой жизни. ・・・ И... У! УTO! Уги! Ах, ты чего скolся так. Вы... Ах, нет! У тебя не знаешь. Голос! Тенге. Кажется прост... По лестнице. Мы на месте. Пойдемте. Чем быстрее управимся, тем лучше. А что? Ты куда-то спешишь? Кто-нибудь может нам помешать. Например, Коронер. Или преподобный Натаниэль Постудик. Итак, нам нужно тело краснолюдского плотника. Попробуем его найти. Человек. Не то тело. Да я и так вижу. Блин. Главное, темерской ржаной водки нету. Ладно, охотник на колдунье. Выглядит так, будто на него напали трупоеды. Такое ощущение, что я в подвале какого-то бара, блин. И что-то, сколько здесь бухла разного. Но это не краснолюд. Смерть. 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 Мозоли на пальцах, опилки в бороде, одежда липкая от смолы. Должно быть он. Великолепно. Надо думать, вам не сделается дурно от вида крови. Нет. Начинай вскрытие. С чего начнем? Осмотрим его гениталии. Сомневаюсь, что они относятся к делу. Нужно убедиться. Надо проверить. Стяни с него штаны и... холера. Скорее сифилис. Ранняя стадия. Сыпи еще нет. Это может быть связано с... Разве что еще один возможный мотив для убийцы. Престылабл сифилис? Видишь что-нибудь интересное на ногах? Щиколотка правой ноги распухла. Ногти поломаны. Должно быть он очень сильно ударился копытами, прежде чем их отбросить. Не уверен, что сейчас подходящий момент для шуток. Простите. У нас, врачей, несколько иная чувствительность. Угу. И скверное чувство юмора. Смотрим ладони. Борозды. Это следы от веревки, так? Его связали. Как и следовал ожидать. Никто не выдержит таких пыток, не будучи связанным. Знаешь по опыту? По опыту жертвы. Я провел год в застенках Третагора. Но это долгая история. Тогда лучше в другой раз. Смотри, видишь след? У нашего краснолюда было кольцо, но кто-то его снял. Значит, кольцо. Осмотрим корпус. Так, что у нас здесь? Глубокая рана с левой стороны грудной клетки. Шрам через весь живот. Вскрывай брюшную полость. Предупреждаем. Будет сильно пахнуть гнилью. Я как-то дрался с Ригером, стоя по пояс в говне. Так что не думаю, что вы... Стой. Это что за запах? Формалин. Медицинская новинка. В малых концентрациях замечательно консервируют ткани. В больших разъедают их. Как кислота. Это объясняет, почему нет запаха разложения. И почему обожжены глоткой пищевод. Формалин заливали в глотку. Посмотрим на шрам. Там рана длинная, узкая, отрезанного удара. Но края неровные. Это неважно. Смотрите. Нет ни опухоли, ни синяков. Это старая травма. Похоже, несчастный случай на работе. Посмотрим, что за рана. Действительно, сердце было вырвано, края раны прижгли. Я думаю, первый. Погодите-ка. Здесь что-то еще. Яйцо какого-то присмыкающегося. Саламандры. Обожженное на целое. Я бывал на лекциях по герпетологии. И не припомню, чтобы присмыкающиеся откладывали яйца в трупах. Значит, или профессор Кохран глубоко заблуждался. Или это дело рук нашего убийцы. Опять-таки напоминает первую часть. Помните, как там Мах Азар Гевет накормил зериканской мухой яйцами одного товарища? Посмотрим голову. Значит, при цели такая же Саламандра? Он был на пожаре. Больше ничего примечательного. То, что ему выкололи глаза. Вас не интересует? Видишь? На горле надрез. Действительно. Он едва заметен. Его сделали маленьким, очень острым пределом. Что за псих это делал? Ну зачем? Раны слишком мала, чтобы вызвать кровотечение. Но есть следы отека. Убийца... Должно быть, он сделал рахиотомию. Чтобы жертва не умерла слишком рано. Интересно. Смотрим рот. Роги волдыреем. Как у Присцелы. Что-то я начинаю доктора этого подозревать. Потому что убийца явно неплохо обращается со скальпелем. А когда мы говорим о людях, которые в этом гребаном средневековье умеют обращаться со скальпелем, то вот этот мужик вызывает у меня множество вопросов. Мутные дяди... У него действительно обожжены глазницы? Да. Здесь какая-то серая пыль. Пепел. Очень мелкий. Убийца выколол ему глаза и высыпал в глазницы раскаленные угли. Похоже на то. Судя по виду ран, плотник при этом был еще жив. Довольно. Я уже знаю достаточно. В таком случае просветите меня, а то я до сих пор понятия не имею, в чем дело и какой мотив у убийцы. Интересный вопрос. Думаю ритуал какой-то. Это какой-то извращенный ритуал. Ты видел эти ожоги? Глаза, дыра на месте сердца, обжигающая кислота. Все крутится вокруг огня. Вечного огня. Надо бы осмотреть труп еще раз. Знаешь, как его звали? Фабиан Мейер. А я Губер Трейк в Корнер. Пришел сюда провести аутопсию, но вижу, Юахим, что ты меня выручил. Как всегда, лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других. Кто это такой? Студент, третий курс. У меня к тебе несколько вопросов. Ладно, слушаю. Только быстро. А то преподобный Натаниэль как раз пришел с инспекцией. Сейчас он будет здесь. Где наше тело Плотника? Это важно. Вы ведете следствие? Как увлекательно. Он погиб в собственной мастерской к югу от рынка. Сразу у ворот на застенье, где напали на эту бедную трубодурку. Весь город об этом судачат. Возвращаясь к Плотнику, тело привез Евстахий, наш сборщик останков. Можете с ним поговорить? Я только что его видел. Он за углом около... О, мое почтение, ваше преподобие. Что это за люди? Я, кажется, ясно сказал, никого не впускать. Ни под каким предлогом. Я знаю, но... Это друзья покойного. Они хотят забрать тело. И речи быть не может. Выведи их отсюда. Немедленно. Как пожелаете, ваше преподобие. Господа, прошу за мной. Вам придется выйти другим путем. Да уж. Почему ты нас прикрыл? Я прикрыл себя. Если бы преподобный Натаниэль вызнал, что кто-то влез в мертвецкую и начал резать трупы без его позволения, у меня были бы неприятности. Но ты об этом не подумал, Йохим, правда? Как всегда. Нет, ну... Может, я и не одобряю вашего самоуправства, но я тоже хочу, чтобы убийца кончил жизнь на виселице. Так что, если я что узнаю по этому делу, я дам вам знать. Угу, спасибо. Ладно. Это любопытно. Этот Натаниэль, он, кто такой? Мерзавец. Как и всякий, кто носит одеяния Церкви Вечного Огня. Большинство из них становятся мерзавцами, что того, кто дарится в религию. Вполне его случай. До Церкви Вечного Огня Натаниэль был палачом. Особенно он изощрялся в пытках женщин. Затем иерарх Хемельфард назначил его смотрителя мертвецкой. Он отвечает за контакты с храмовой стражей, надзирает за кремацией, проводит погребальные службы в храме на острове и так далее. Угу. Мечта, а не работа. Любопытно уж. Мог бы сказать, что знаешь, Корнеры. Может, мы бы избежали прогулки в каналах. Я его знаю и поэтому избегаю. Вот и все на эту тему. Ну ладно. Благодарю. Дед крайне подозрительный. Я не знаю, что я что-то скрываю. Просто это старая рана. И она еще не затянулась. Что будете делать теперь? Ниточек много. Мастерская этого плотника, сборщик тел, который его нашел, и улог, где напали на пресциллу. Есть чем заняться. У меня тоже. Боюсь, я должен возвращаться в больницу. Но буду держать за вас кулаки. А я с тебя глаз не спущу. Как им Гирта мог убивать? Че вы несете? Дозрительно это все. Давайте осмотрим место преступления. Детектив Гара, как всегда, ведет расследование. Дедукция безупречная. Вы же знаете, мой умастер, как у Эркюля Пуаро. Да что там Эркюль Пуаро? Сам Колумба хотел бы учиться у меня. Так. а он это скандал вы держите нас полдня у меня на телеге про все дороги и мне тут махакам сам кутузке будешь ну попасть вот милый переул вообще от него удаляюсь ладно посмотрим как поведет дедукция господа так назначаем пуфига нашим доктором ватсоном я буду говорить элементарно пуфик мой дорогой пуфик все далеко не так как же нам попасть туда ну да чуть ведет неправильно а когда ты последний раз мыл голову какие проблемы свистушка зотя господи ты здесь блять ты че тут делаешь что за запах что происходит да я меч достану порежу нахер может быть маньяк свистушка зотя подозревать надо всех ватсон пуфик может ли быть маньяком свистушка зотя это был бы неожиданный поворот ну зачем эти смерды и помогают ты уже покойник как вы блять не научитесь для как же это долго единственный вариант выигрыша это парирование думаешь ты меня выпадрисесь а это видал из растений девки драться умеют успокойся я не причину тебя знаменечение узнал что не слыхал что убийца всегда возвращается на место преступления вот мы с протисками перетаились чтоб с ним поквитаться за пистылу едва не замутил ее сукин сын фигасе знаю я пришел сюда потому что ищу его следы и людей которые могут что-то рассказать это знаю немного но что знаю расскажу ты знаешь что пресцилла не единственная это свистушка зося она работала в борделе рядом с кедвецкой армии лагерем и так погибали неси девушки тёты ну кто их позелеет а два сообщества так про нас тазники говорят а по именам кого-нибудь из них помнишь какие у них имена лысый кудлатый рыбка рыбка ни семьи у них не было ни друзей рыбка давно их уже созгли ладно рыбка она работала в бордель и была замешана в заговоре солдат с монетами которые были монеты с рыбьей чешуей заговор против хенсора там подружкой подружкой нет но она видела во мне больше чем просто глупую слюху а это что это значит я хотела покончить с борделем найти достойное занятие но никто меня не брал ни в практике ни в служанке не в кухарке будто я проказанная а присыла она была другая я должна была сыграть в ее пьесе свистушка Зося там всякие сутки насчет весьма огня свистушка Зося на сцене представляешь а теперь конец местания возвращаюсь под фонарь мне очень жаль бывает работа и поход пока не менее я так себе говорю да да уж пока я должен еще раз осмотреться только уж не мешайте мне если не трудно конечно мы тихонечко сбоку постоим только ты скажи из чего узнаешь во второй части мы с ней знакомились близко голова раскалывается иди себя прилично приблуда это навигра а не твоя долбанная пещера кто-то топит углем в это время года человеческая возможно присцилы третья проповедь неравнодушная подозрительно подозрительно мужская ступня убийца упор на пятку он пятился насмотрим место гибели плотника чего он про хер пионер поет да убийства действительно произошли неподалеку друг от друга это пока что единственное как настоящий детектив я смотрел несколько сезонов улицы разбитых фонарей и убойной силы так что я разбираюсь в этом деле что связывает убитых чат что связывает убитых место их связывает место обратите внимание в одном и том же районе значит наш маньяк орудует где-то здесь элементарно пуфик мы легко найдем его с помощью надо просто обшарить все дома в округе попросить свидетелей и все такое бабушек всяких чтобы они рассказали кто шлюха кто наркоман кто еще какой неправильный и все через верх что ли нет что есть там кто вон отсюда а то собак спущу гернат у нас труп возвозный криминал по плотвам по поводу фабиана мэра я ищу его убийцу ну разве что так сидеть глупые псины спокойно ну заходи уважаемый только не дергайся тяпнут нового с тем имею честь с братом покойного гус меня зовут мы вместе держали мастерскую мейер и мейер теперь будет просто мэр теперь уважаемый будет ликвидация как только найду покупателя на эту халабуду вернусь в махакам все ближе к семье к тому что от нее на весь скраб уже одну телегу что вы хотите знать о фабиане у твоего брата были враги кто-нибудь его не любил что его могло связывать с прицелой нет это скорее он угрожал одной такой фабиан был добрый краснолюд мастерюга каких мало но и бабник страшный только чуть обложим денег говорю купим новые инструменты хорошего дерева так нет кошель в руки и айда по девкам потом все ходил за одной такой кричал это из-за тебя сука порченая падаль людская и всякие такие слова ну что там между ними было этого я не знаю может влюбился сифилис а ты знаешь где ее найти эту порченую на кладбище умерла пару дней назад но спокойно в своей постели альфонс ее говорил что грипп у нее был а простудилась расскажи что знаешь про убийство по порядку и в подробностях но дело было так возвращаюсь я с работ в оксенфурте и вижу над городом столб дыма ну думаю опять пропущу как какую-нибудь бабенку жгут но это не на рынке был огонь а у нас видишь следы сажи там они горели наши скульпторы люди слетелись на пожар и рядышком фабиана нашли вот здесь я пока добежал его уже на телегу грузили разговаривал с соседями зачем скульптуру может что слышали говорили что нет а если бы и слышали все одно бы не помогли в новиграде люди мимо залитого кровью ребенка на улице так пройдут что башмаков не запачкать да не пойми какого краснолюда им вовсе дела нет ну ладно хватит разговоров мне бы осмотреться а и пожалуйста только псов не дразните смотрим что общего убийца тащил в ту сторону что-то тяжелое скульптуры или тело лятной крови здесь фабиана лежал как его нашли вторая проповедь это проповедь вечного огня пока что след ведет к вечному огню неспроста эти проповеди две проповеди можно мне зайти в мастерскую я туда не заглядывал с тех пор как как нашли фабиана но если хотите так открою грипер грипер и просто дефилис грипер и просто еще кровавые следы но я бы не сказал что он истек кровью формалин сомневаюсь что фабиан его использовал в работе мебель перевернута тут след будто от удара ногой мало что единственная зацепка у нас две зацепки чатик это место и это проповеди про вечный огонь плюс при вскрытии мы обнаружили что кто-то то есть все это было похоже на ритуал ритуал некого призыва огня с яйцами саламандры ммм убийца как-то связан с культом вечного огня все пока указывает на это эй ведьмак коронер вас вызывай что думаете доктор пуфик велел передать что главные двери будут для вас открыты и чтобы приходили как можно скорее новая жертва и страна значит их какие-то бандиты где-то ювстахий ювстахий сборщик останков а? а кто узнал? шестым чувством это ты принес в мертвецкую тело фабиана мэйра верно? фабиен фабиен а? да помню очередное безглазое сердце нет? кишеля при нем тоже не было очередной были еще такие жертвы? ааа были были нищие бездомные ребятишки уличные дявки помню одна была такая толстая что пришлось ее порезать на части чтоб в тачку поместилась а звали ее скользкая телка потому как некоторые вещи лучше оставить воображение так что с ней случилось? как это что? преподобный Натаниэль велел ее спалить все части ой жаль ее было жаль жаль? почему? а не важно некоторые вещи лучше и правда оставить воображение преподобный Натаниэль который отогнал нас от тела и запретил выдавать его преподобный Натаниэль жрец Вечного Огня работал палачом пытал женщин преподобный Натаниэль скрыл следы других преступлений пока все указывает на преподобного Натаниэля да ты обыскал Фабиана? ну взглянул что у него там в карманах ну чтоб не пропал проще говоря ты обкрадываешь трупы проще говоря ты какого хера интересуешься а? что? процент с меня снять захотел? шел вон мутант что ты при нем нашел? да как пожелаете мелочи верстенек со стеклянным камешком парамонет и какое-то письмецо гляди хороший пергамент телячья кожа сотру буковки и продам как новый это человеческая кожа баран сила имя следующей жертвы если бы ты отдал это письмо кому следует может никто бы не пострадал а то мне важно что там с какой-то пришешилой мало что ли баб в городе втащить надо ай сука за что? читать учись за все пока все указывает на Натаниэля жреца вечного огня прям ну все ниточки ведут к нему а пусть сцена в баре где мы напиваемся в отчаянии будучи неспособным раскрыть это запутанное дело геральт да? хорошо что ты здесь я ждал со вскрытием до твоего прихода очень мило с твоей стороны особенно учитывая что ты был не в восторге от моего первого визита потому что ты явился без приглашения и в сомнительной компании а у меня на шее висел преподобный Натаниэль теперь наш духовный опекун укатил за город по каким-то делам а я уже знаю кто ты и какая цель тобой движет так что с радостью помогу тебе вследствие почему ты не ладишь с фон Грацем почему вы с фон Грацем не ладите? потому что он оказался из-за меня в тюрьме видишь ли в 1242-м Евахим был предводителем студенческих бунтов жестоких и безрассудных любопытные нюансы тех что не хотели свободы, равенства, братства временами находили в канаве с горлом, перерезанным с хирургической точностью а вот и второй подозреваемый Евахим был моим любимым студентом, но я должен был что-то делать в смысле? потом сам ушел из университета и устроился в мертвецкую где никого не интересует тот дед старше этого паренька раза в три как он мог быть его студентом? вы что напутали? что за херня? что за херня? это мое прошлое а Евахим по иронии судьбы спустя годы он возглавил отделение которое я создал что сколько фонграцу лет? 50-60? 53 кажется почему ты спрашиваешь? слишком молодо выглядишь для его учителя ничего странного я годами сижу в темноте в прохладе в испарениях от бальзамов и консервирующих средств словом, кто работает с трупами живет дольше забавно, правда? что-то, блять, нет это не так работает подозреваемый номер 3 Оронер, фон Грац и Натаниэль блять, одни подозрительные типы кто жертва? Юрис Аквинус преподаватель теологии Аксенфурдского университета его нашли сегодня утром у него дома на катафалке сложенном из книг что за книги? кажется, все были посвящены культу Вечного Огня и критиковали его доктрины опять ниточка про Вечный Огонь подозрительно ты не ладишь, Натаниэль с ним мало кто ладит это жестокий и вспыльчивый человек как-то раз он ворвался сюда схватил скальпель, который я дезинфицировал на огне и рассек мне спину до кости из-за того, что я забыл запереть склад на ключ тяжело поладить с таким человеком думаю, ты согласишься начнем скрытие охотно повреждения соответствуют обычному почерку убийцы жертву связали и напоили формалином затем преступник удалил глаза и на их место вложил горящий угли с тем, чтобы вскрыть грудную клетку и... а это что? пергамент? из человеческой кожи это сообщение от убийцы имя следующей жертвы Патриция Вигельбут ты знаешь ее? да я даже был в ее имении вместе с... откуда они берут человеческую кожу? доктор Пуфик мы выпускаем нечто важное откуда убийца берет хорошо выделенную человеческую кожу? безумный жрец палач пишущий на человеческой коже что-то это как-то не извините, но мне блин, уж больно они явно хотят подставить жреца мне кажется след ведет к этим двум товарищам подозрительно молодому коронеру и его бывшему студенту который по словам коронера зашкварился убийством людей в свое время в Оксимфурте ну ладно, посмотрим что покажет засада на Виге Бульду Виге Бульдов подозрительные все трое конечно я в школе милиции учился я это дело распутаю в обезьянник бы всех троих да демократизаторами откуярить по любому бы все выдали но мы в демократической стране так что будем вести следствие так 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 все ясно коронер чародейка или того хуже эльф тебе чего тут на ректальный термо крипто анализ был бы не лишним я должен поговорить с патрицией вигельбуд так ты решил что любой оборванец можно она в опасности впусти меня или и смерть будет на твоей совести а если я тебя пущу и окажется что ты все выдумал меня тут же отсюда выпрут мне казалось что стражник должен защищать хозяина а не собственный зад будь по твоему отведу тебя госпожи вигельбуд только без всяких штучек ты меня понял ой геральт но я вижу что ты не шутишь прошу за мной костер как на билетейн только время года неподходящая помнишь я говорила что мать грустит на самом деле она переживает кризис веры достаточно серьезный опять вера мы были в новиграде мать увидела костры на рынке все обратную дорогу она молчала по возвращении приказала вынести священные книги и регалии и религии и сжечься а потом закрылась у себя прибавим шагу блять опять религия подозрительно это а что если убийца доктор пуфик ты слышишь тишина покой все в порядке все-таки войдем внутрь чтобы убедиться ты настаиваешь но будь по-твоему подожди здесь думаю мама не настроение принимать гостей ебан это пуфик где ты был 859 разделитесь убийца все еще здесь серьезно меня нападете где убийцы идиоты стражники у вас блять лучшие идиоты блять стой не то получишь стрелу в кишки слушай вы поймали не того со мной этот номер не пройдет я отведу тебя госпожа биться все равно уже сбежал черт иди герой мы его упустили пуфик и где ты был мы взяли его госпожа ингрид пришлось потрудиться но и арбалет пока сам себя не подстрелил этот человек невиновен простите госпожа я увидел как он бежит и решил что он убегал я гнался за ним и догнал бы если бы ты мне не помешал уфик какой ваш альбик на девять часов утра что может подтвердить что вы кушали вообще это очень странно осталась одна единственная ниточка что связывало всех жертв вера на месте убийства каждого из них были найдены предметы связанные с верой вечный огонь все упирает потому что она оскорбила вечный огонь только это объединяет ее с это единственная зацепка я знаю это очень тяжело для тебя но обычно убийца оставляет рядом с телами письмо с именем следующей жертвы могу ли я можешь но сделай это без меня я больше не хочу видеть ее такой не хочу ее такой запомнить и пусть это будет последняя жертва прошу тебя слишком все явно указывает на вечный огонь слишком все сука явно ногти обломаны синяки она защищалась наверное поэтому у него ушло больше времени и он почти попался вот и письмо сладкая а не тихо моножка катарина он становится все наглее не только имя еще и место в этот раз он от меня не уйдет безумный маньяк сладкая аники неужели но если он настолько обнаглел что говорит нам даже место мы его теперь точно поймаем он от нас не уйдет чач нет времени надо спасать ваше попытки меня задержать выглядит столь же подозрительно как и приказа жреца уничтожить все улики все 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 указывает на то что это у тебя вышел моряк натаниэль что это жрец вечного огня все указывает на это и почему то я не сомневаюсь в том что его то мы сейчас и найдем причем скорее всего мертвым еще и с запиской в которой он кается в убийство всех этих женщин где сладкая ани сейчас по любому чекайте наверху но у нее важный клиент не мешай сейчас мы найдем аники мертвые а рядом мертвого натаниэля у тебя в ульгарность написано на лице ну я то знаю я уже понял кто убийца я уже понял кто убийца это один из докторов никто тебя сука не услышит никто зато тебя сейчас будет слышать весь город ты мне помешал снова я не люблю когда мне мешают я собирался развлечься со сладкой аннеке сделать так чтобы она уже не была такой сладкой ну а сперва займусь пожалуй это все таки жрец что же так сразу без предварительных игр без формалина углей в глазницах о чем ты что ты несешь об убийствах это ты убил походу он правда удивился дельбу ты многих других ерунда ты что-то напутал выродок кто оставил песню на теле патриции я нашел сообщение которое привело меня сюда к сладкой аннеке в хромоножку если не ты его оставил то кто не знаю но вижу что все таки нам надо поговорить спокойно кто знал что ты здесь будешь оставь себе я не хвастаюсь такими похождениями есть только один человек которому это невозможно он даже с трупом обращается как с ребенком он знал что ты занят что ты не зайдешь случайно в мертвецкую я иду к нему иди только на склад номер двенадцать в порту в это время он ездит туда получать реагенты блять коронер формалин у кого доступ к формалину я закончил со сладкой аннеке между прочим я заплатил заранее ты расслабишь ее оставишь на столе свой кошелек а потом выйдешь отсюда и никогда больше не вернешься так точно послушный мальчик блин а я тут интересно формалин просто формалин у кого доступ к формалину кто умеет с ним обращаться коронер я же сразу про это подумал ну и улыбка как лопнувший шрам мы же сразу про это обсуждали когда еще видели вели первое вскрытие помогите да иди нахер мы преследуем убийцу помогите все элементарно доктор пуфик я нашел нашего убийцу не знаю я не знаю я не знаю боги в смысле садистов и о чем ну развлекается мужик с бабой нам то что он заплатил он заплатил у них там разных у этих извращенцев разные всякие идеи нам то что до того формалин закончился я недооценил тебя сперва ты почти поймал меня инфлагранте де ликто потом раскусил блеф с натаниэлем на я неплох все благодаря моей муму и дедукции а то взял бы серебряный меч кто что ты такое почему ты не стареешь гребаный урод блять вампирская тварь может и мотивы есть у тебя была какая-то причина убивать этих людей зачем ты их пытал я думал ты и до этого дойдешь символика была кажется достаточно ясной угли для тех кто не видят огня яйцо саламандры которое рождается в пламени вместо холодного сердца сожженный голос чтобы да символика ясна неясно только зачем вампира убивать во имя вечного огня отстала очевиден я согласен с диагнозом который поставила церковь Новиград пришел в упадок люди забыли что такое порядочность и мораль и я решил им напомнить вампир вот пожалуй вариант извините ты ебаный псих я не ожидал что ты поймешь я с самого начала почувствовал что ты циник и оппортунист а если разговор столь неприятен для обеих сторон давай перейдем к следующему пункту нашей встречи последний раз я сражался с ведьмаком 200 лет назад надеюсь я еще помню как это делается а ты и встречался в бою с одним из нас нет невозможно ты бы не выужил у меня есть масло против вампиров отличного качества 50% ему пизда сожгем нахуй эту тварь да ё моё я же переставил ну чё ты да ё моё я же переставил ну чё ты Не сработало. Опасный. У меня еще и кровь черная. Улучшенная. Блин, что ж так больно? Двимирит. Может по двимиритам он не сможет уходить? Сука. Сон дракона. Точно. Арт, перезаряжайся, блять. Так, это хуево работает самым. Блять, тоже херово работает. Лунная пыль. Точно, лунная пыль, она из серебра. Ах ты ж собака, а, сожрал меня. Точно, лунная пыль. Да что я вампиров не убивал? Лунная пыль нужна. Лунная пыль. Ах ты твать Гори, падла Мои лучшие бомбы, блять Феверный ветер практически не замедляет Да, это опасная тварь Мерзкая скотина Кираси плюс 52 урона Берем Штука хороша Ёпта навалили Кайф Ну был гриб ядовитый, да, для откила кидать Тоже что-то не сообразил Ну нормально, вроде отмахались Это сволочь такое Можно еще и склад обнести Вампир по итогу Обезумевший вампир А, мне слот дали А, ну да, ну мне вставить туда нечего пока Не, ну могу тут что-нибудь поставить Типа Тагена я не пью, ну что-то так Буду Но петь она больше никогда не будет Ей формалин в глотку залили Но у меня нечего из красной ветки втыкать больше Я вот следующим левелом прокачаю втык И воткну тогда Из красной Ложь Блин, теперь обходи через полквартала Где что-то поделить, блин, шарится лютик А что это у тебя мечи не напоище? А куда это ебать не должно? Что это за ночлежка? Ну как лучше? Правда? Да Ты позаботился о том, о чем я просил? Ага По ведьмаче Спасибо, Геральт От меня и от присцела Я сделал свое дело Теперь твоя очередь о ней заботиться Я позабочусь Вот увидишь Я выхожу ее лучше, чем дриада из бракелона Она уже начала говорить Приятный сюрприз Правда? Профессор фон Грац говорит, что раны заживают на ней, как на тролле Не очень элегантное сравнение, согласен Но оно одушевляет Может Может она даже сможет вернуться к пению когда-нибудь Пока мы попробуем выступать дуэтом Пристелл будет играть на лютне, а я петь Лютик и уточка Циранка Хорошо звучит? Очень хорошо Удачи, Лютик На сцене и вне ее Вот такая вот херня Блин, а квест отличный Просто вот офигенный 10 из 10 Ну так что? Нормальный из меня следователь Я вам говорил Что я найду преступника и покараю его А вы мне не верили Почему вы мне не верили? Да я прочитал Да нет не так Люди О Пожалеете А че сейчас не верите? Он всегда такой кривой был Оцениваю ваши услуги детектива на 3 и 5 звезд Из 5 А почему? Че не так то? Я нашел же убийцу Я покарал злодея А жрец то почему маньяк? У него конечно там своеобразные способы развлекаться Но Это их дело как они там развлекаются Он в конце концов платил за это Вот собачья доля Опять еще другую сторону Не мне его осуждать Прошу Что у тебя там? Убери Предлагаю сыграть им квинт Не если с Келлиги остался то мы на с Келлиги завтра поедем Сейчас смысла не вижу Был квест Золтана был У меня Ян Наталис оттуда появился Крутая карта В смысле блин? Ты не поверишь? Но Существует целое множество людей которые любят играть в госпожу и раба или наоборот стягать друг друга плеткой даже прижигать друг другу кое-чего это их личное дело ты предлагаешь их что всех под нос что ли он же сказал заплатил все нормально отличный розыгрыш я считаю неплохо кайтово не вышло у него не обратно не понимаю претензий там зан стримить хотел уже через 12 минут надо будет у вас освобождить это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну и все, он проиграл так легко Ну даже не интересно Ну бы ильфгардец Карту гуля дал Не, я хочу, чтобы записи сохранялись Да и время уже пять Куш надо идти Время почти пять Завтра, я хочу оставить на завтра А где бармен у мучика? Да ладно А, да, появился Ты белый волк? Славный Геральт из Риви, верно? Ты меня знаешь? О, я знаю о тебе все со слов Лютика Он только и рассказывает о тебе и о ваших приключениях Ну, значит, Рудовида будем доделывать тут Но у меня квеста нет на него О битве не триле О битве за мост И о том, как он спас тебя от убийц Это я бы тоже как-нибудь послушал Баллады и рассказы Лютика Никогда не надоедают Кто-то все удивятся, если я скажу, что сам белый волк их с радостью слушает А теперь скажи, чем могу служить? Вызвешь что-нибудь? Или, может, сразу девочек позвать? Ну, покажи, что Хорошего ничего Ты здесь и раньше работал? У старшего Вилли? Не, я по объявлению пришел Как там было? Требуется помочь Родовид пишет после Каэр Морхена Нельзя его сделать до Предпочтительно полный бакалавр С десятилетним опытом посещения таверн Знание всеобщего Старшей речи И современной поэзии Обязательно А почему ты не остался в Академии? Я даже вступительных экзаменов не знал И в старшей речи Ниши же они смыслю Но музицируй немножко И, конечно, знаю наизусть Все творения мастера Лютика Все понятно Прекрасно, фанат Лютика Не знаю, что обманывать Говорят, что все Это последний Я все квесты сделал И осталось только на Скеллиге уплыть Значит, завтра Скеллиге Все Что его сейчас начинать? За Скеллиге-то мы за завтра Пройдем Скеллиге Может, до конца этой недели И Ведьмака пройдем Скеллиге-то Чего вы ржете? Я не понял Пока! Я не понял Посмотрим Скеллиге-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну посмотрим, ладно Я понял, что я не прав Видимо Так, если у нее казнь, надо от нее задефаться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поддержка DimaTorzok Нравится мне эта мода Сделать полоску все вопросы на Скеллиге? Хорошо сделаю, завтра будет полоска все знаки вопроса на Скеллиге Давай сделаем сейчас Сколько там? Их много, наверное? Так, сделаю донат полоску для второго стрима Донат полоску для второго стрима Донат полоску для второго стрима В контакте идет Меньше 5к не ставь, пишет Лаура Блокатор пишет 5к Я не хочу смотреть еще месяц ведьмака 10к минимум Десять тысяч Десять 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 Окей На Скеллиге На Скеллиге Все, он готов Добавим Сейчас Сейчас добавлю Сейчас добавлю Сейчас добавлю Сейчас добавлю Сейчас добавлю Вот все, сделал полосочку Давайте ребят Тогда До завтра Друзья Пойду покушаю Отдохну Вечерком Кокзан закончит Подрублюсь Fire Emblem Кому интересно Fire Emblem Жду вечером Друзья Кому не интересно Кому интересен Только ведьмак Увидимся завтра Завтра Уже будет Скеллиге Я прошел Новиград Кстати Кому интересно За сколько дней я прошел Новиград Давайте посмотрим Сейчас Сохранился Сейчас Он синхронизирует И я скажу Сколько точно Времени Еще ничего не подписали Пуфик Вот смотрите 64 часа 55 минут 65 часов Может там еще Там квест еще Корабль найти Идущий на Скеллиге Ну я думаю Минут 20-30 Сколько этот квест Времени занимает Наверное недолгий В противном случае Вы бы сказали Ну то есть 65 часов Я Прошел Попался Заебись Полоска заполнилась Спасибо Огромное Демонил Ну Демонил У тебя что сегодня Зарплата Разошелся Полоска заполнена Спасибо огромное Демонил Чат ржет Жесть А что там Их А что там Их много что ли Подписал Подписал себе Приговор Готовь лодку Хана тебе Там их дофига Все море Тебе трындец 140 Увидишь Помянем Так Ладно Спасибо еще раз Огромное демонил Ладно ребят Правда завтра будем смотреть Пойду покушаю Увидимся вечерком Пуфик орет за что Давайте Пока пока